25 января 2022 года, дорогие друзья, конференция Геннадия Ивановича Шипова по холодному ядерному синтезу и торсионным полям. Это анонс, идет прямая трансляция. А где можно увидеть прямую трансляцию в зуме? Где-то размещенной информации? Нету. Поэтому будете в записи смотреть. Меня слышно? Кивните, меня слышно, да? Вы слышите? Кивните головой, если слышите меня. В зуме? Все, кто в зуме, вы слышите меня? Нет. Ничего нет. Это первое. А второе? Слышно, слышно. Слышно? Помашите рукой, если меня слышно. Помашите рукой, если меня слышно. О, слышно. Вот слышно, нормально, да? Да. Ну, тогда мы начинаем. Тогда мы начинаем. Тогда нужно мне все-таки там еще открыть мою презентацию вам нужно. Давайте я открою. Так. И вы знаете, что потом демонстрацию экрана, да, ведете вы? Можно закрыть дверь, может быть, лучше? Паша, а ты можешь помочь проводить, перелистывать мне? Ну что, дорогие друзья, в очередной раз обращение к зрителям только от нас с вами зависит прорыв цивилизационный. Если будет все идти так, как есть, то это через тысячи лет придет в нашу жизнь. Инертность общества очень велика. Необходимо, чтобы каждый из нас брал ссылочку и пересылал ее ближнему. И не одному, а многим знакомым. Так, вот садись прямо сюда, Саша. Ой, Паша. Надо вот это убрать. Это да, это убрать, да. Значит, ты, используя мышку, будешь перелистывать вот эти слайды. Когда ты нажмешь второй раз на эту штучку, будут фильмы показываться. Хорошо. Так что... Ой, извиняюсь. Так, уважаемые друзья, коллеги, Ну, прежде всего, я всех вас поздравляю с праздником. Сегодня день, Татьянин день, день студента. А все, кто ищут новое в науке, они все являются вечными студентами. Вот всех вечных студентов я поздравляю с большим праздником. Ну, и, конечно, кроме того, я хотел бы сказать, что речь, может быть, коснется холодного ядерного синтеза. Но основная проблема, которую мы сегодня будем обсуждать, она называется все-таки психофизические явления и теория физического вакуума. Значит, о чем я буду говорить? Я буду говорить о явлениях, которым современная наука даже не знает, как поступиться. То есть есть ряд явлений, они повторяются, что очень важно. Но ученые, которые занимаются этой проблемой, в основном не понимают, как это все происходит. А есть класс ученых, которые вообще закрывают глаза на эти явления, что мы никак не можем допустить. Если мы действительно являемся учеными, это наш долг разобраться, а почему это все происходит. Причем на базе, конечно, физики, потому что вот все эти явления, это скорее не чудеса, а это проявления законов физики, которых мы еще не знаем. И наш долг изучать эти явления. Следующий слайд, пожалуйста. Я вам напомню, что в 20-м году, вот 7-8 ноября, была проведена первая международная конференция под названием «Физический вакуум. Научная парадигма 21 века». Организовали эту конференцию молодые ученые, ну, так скажем, те, кто являются вечными студентами из МГУ, из МФТИ и МИФИ. Это три наиболее сильных вуза российских, занимающиеся физическими исследованиями. И вот эта конференция, она проводится впервые в мире с таким названием. Ее основная задача – объяснить массу экспериментов, которых очень много, в том числе и эксперименты, то, что называется, в лаборатории на столе, которые до сих пор не имеют научного обоснования. Следующий слайд, пожалуйста. Вот почему мы занимаемся именно теорией физического вакуума? Потому что эта теория привела нас к открытию нового фундаментального поля, третьего поля, поля инерции. Под фундаментальным полем я подразумеваю такое поле, которое каждый из нас, каждый человек ощущает в своей повседневной жизни, на опыте. Ну, действительно, вот первое фундаментальное поле – это гравитационное поле. Все мы его чувствуем через вес. Второе фундаментальное поле – это электромагнитное поле. Мы его чувствуем, ну, в виде свет. Заходите. Заходите, да, садитесь. Значит, третье. И, наконец, вот третье поле – поле инерции. Вот, понимаете, есть такая пословица. Если хочешь спрятать, чтобы никто не нашел, положите все это на видном месте. Поле инерции лежало на видном месте. Как оно себя проявляет, это поле? Оно проявляет себя через силы инерции. Вот написано уравнение механики в ускоренной системе отчета. Вот это, как обычная некая внешняя сила, вот у потенциальной энергии может и гравитационным полем быть, и электромагнитным. А вот тут четыре силы – это все силы инерции. И еще Ньютон, когда он вращал ведро над головой и задал всем физикам, почему вода, если ее быстро вращать, ведро с водой, вода не выливается. Так вот, ответ, конечно, действует сила инерции на воду, и вода не выливается из-за того, что вот центробежная сила есть. А силы инерции порождены полем инерции. Ну, действительно, вот когда вы сидите в самолете, и самолет начинает взлетать, и вас сдавливает в кресло, то действует вот эта сила инерции, это поступательное ускорение. И эта сила, она, вообще говоря, действует в каждой точке вашего тела. То есть есть поле силы инерции, порожденное самим полем инерции. И вот до 1979 года это поле никак не описывалось никакими физическими уравнениями. И только в 1979 году в МГУ я опубликовал вот такую брошюру «Проблемы теории элементарных взаимодействий», где были найдены уравнения поля инерции. Таким образом, у нас теперь, вот если мы касаемся только фундаментальных полей, у нас есть три поля – гравитационно-электромагнитное и поле инерции, а вот все многочисленные явления, включая явления, найденные при исследовании элементарных частиц, они имитируют вот это поле, поскольку мы его не знаем, значит, его фундаментальное описание отсутствовало, и все использовали феноменологические или конструктивные теории. Оказывается, квантовая механика, если я учту это поле, это есть как раз механика, которая описывает динамику поля инерции. Значит, такой вывод был сделан вот в этой брошюре. Это мне так просто так с рук не сошло. Брошюра в 1979 опубликована, а в 1973, я работал тогда в МГУ, меня попросили, ну так мягко говоря, выгнали из МГУ за то, что я… Да, за то, что я читал лекции, вот используя эти данные, ходило 400 человек на мои лекции, а напротив Лагунов на физфаке читал, я на химфаке читал, ходило всего там 20 его студентов и аспирантов, поскольку обязанные. Он это узнал, ему это не понравилось, он, значит, через порторков там и так далее. Одним словом, меня попросили, выгнали, но работа осталась, и она развивалась дальше и привела к созданию теории физического вакуума. Идеи какие были использованы? Значит, оказалось, чтобы это поле описывать, найти математический аппарат, нужно было изменить геометрию. То есть геометрия, когда есть это поле, не эвклидово, а именно. Вот смотрите, силы и поля инерции, они связаны с частотой, то есть с вращением. А Эли Картан, известнейший математик, он сказал в свое время в работе, опубликованной в 1922 году, вращение материи порождает кручение пространства. А мы до сих пор изучали такую механику, где вращение материи никак не изменяло геометрию пространства. У нас было пространство эвклидово, и вращается твердое тело, так и остается эвклидово. В то время как гениальный математик говорит, что нет, если вращается материя, появляется кручение. Так вот, оказывается, если вот эту идею реализовать, Картана, и учесть то, что поле инерции порождено вращением материи, поскольку поле инерции создает силы инерции, силы инерции порождены вращением, то вот соединяя два этих вот принципа, мы получаем новую геометрию А4-6. Эта геометрия называется абсолютного параллелизма, в математике хорошо известно, но отличие в том, что я рассмотрел эту геометрию, как некоторые расслоения. Здесь есть мой ученик Евгений Губарев, который этим занимается. Значит, вот такая геометрия имеет 10, вообще говоря, координат. 4 координаты трансляционных, x, y, z и c, t, и 6 вращательных. Три из них образуют вот эту угловую скорость, а три другие, вот это поступательное ускорение. Значит, вот такая геометрия была введена для описания поля инерции. Ну, и я не буду теперь в математику вдаваться, а пойду дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, после того, когда меня попросили из университета, я очень задумался над тем, что, видимо, я чего-то не понимаю, чего-то не знаю. Обычно, когда учился и в университете, и в школе, и в других местах, когда ты делаешь что-то хорошо, на отлично, то тебя хвалят и продвигают, как-то дают тебе возможность. А тут получилось так, что я нашел новые уравнения. А знаете, в истории физики еще не было случая, чтобы было открыто целое уравнение. То есть были какие-то уравнения, целое поле, были уравнения, были уравнения там Максвелла и так далее, гравитация Эйнштейна и Ньютона. Но чтобы целое поле, вот с самого начала и до конца, то есть все уравнения и следствия, такого не было. И поэтому я не понял, почему это происходит. И в это же время вдруг ко мне пошла эзотерическая литература. Вот как-то так распорядился Вселенский разум, что пошла. Это прежде всего, конечно, работы Гурджиева, это работы, значит, семьи Рейхов, Елены Ивановны Рейх, это работы других эзотериков, это работы Блаватской Елены. И я, когда читал эти работы, я подумал, а действительно, разве наш реальный мир ограничивается только материи? А они говорят, что нет. И говорят, что вообще человек из себя представляет не то, что мы думаем, а гораздо более сложный объект. И вот сказано, по-моему, кем-то из древних, что если хочешь познать мир, то познай самого себя. И я читаю, вот, например, у Елены Рейх, человек представляет собой психоэлектрическое поле, я физик, думаю, как же так, которое высылает лучи разного порядка, доступные к измерению, а как же так, мы этого ничего не знаем. Психолучи могут дематериализовать и материализовать материю, возможности этих лучей превосходят человеческое воображение. Я стал искать какие-то эксперименты, которые говорят нам, что это действительно так. Кликни, пожалуйста, первый раз еще, один раз. Значит, смотрите, Давид еще раз. Ага, ну, очень быстро, это коротенький. Значит, он просто сосредоточился на спичке, и спичка загорелась. Еще раз, пожалуйста. Это один эксперимент. Следующий эксперимент. Следующий эксперимент. Значит, на ТНТ это Михаил Радуга. Он тоже обладает такими способностями. Смотрите, вот салфетка. Он сейчас ее подожжет. Вот она загорелась. Теперь там идет текст, слышно его где-либо, где ведущий говорит, вот это необычно, мы это не понимаем, что тут происходит. То есть, на самом деле, Елена Рерих права. Действительно, есть какие-то лучи, которые излучают эти люди. И это позволяет им поджечь на расстоянии бумаг. Следующий слайд, пожалуйста. И в 1987 году у меня произошла встреча со Святославом Николаевичем Рерихом. Я был там с двумя математиками, но меня, прежде всего, интересовала психическая энергия. Потому что в нашей беседе Святослав, он говорил, что вот современная наука будет изучать психическую энергию. Значит, я его спрашиваю, а что это такое психическая энергия? И он мне рассказал следующую историю. Когда он жил в Кулу, а он там очень много времени жил, в этой долине Кулу в Индии, к нему в гости приехал Саи Баба. Вот они сидят, значит, это жена Рериха, это сам Святослав. А вот это Саи Баба, который способен материализовать объекты из пустоты, из ничего, из пространства. Существует очень много фильмов и фотографий, где это делается. Вот на этой фотографии он материализует випутхи. Это священный пепел в Индии считается. Я видел фильм, когда он идет среди толпы своих, вот такая толпа его почитателей, он идет, и вот так из руки у него сыпется этот пепел, и он их всех, значит, снабжает этим пеплом. Он имеет лечебные какие-то еще там... И еще каленчики. О, то, что он делает, кольца, потом он делает... У меня есть часы, мне привезли из Индии. Не знаю, он ли их сделал, но после некоторого времени они перестали ходить, но они были. Кроме того, значит, он делает и золото, и алмазы, драгоценности, и все это... Мне, как человеку, который все-таки воспитан материнтистской философии, трудно было все это представить, но, тем не менее, оказывается, это есть. Пожалуйста, следующий слайд. Так вот, посмотрим. Это медитация сахаджи йогов. Эти фотографии по всему миру известны. Значит, здесь мы видим следующее. Съемка идет... Вот что же такое аппаратура? Значит, съемка идет в Гайдпарке в Лондоне. На скамейке средит, вот в середине здесь, в Шриматаджи. Это лидер сахаджи йогов. Она считается в Индии святой. Она считается в Индии святой. А, я не знаю, есть А3 у кого-нибудь батарейки, чтобы мне... Нету ни у кого. Есть у глобальной волны, конечно. Глобальная волна. Пожалуйста, пожалуйста, Ярослав, замени, по-моему. Или не знаю, или что это такое. Пиху. Пиху. Вот. Значит, а я пока так буду рассказывать. Смотрите, тут шесть фотографий. В центре сидит Шриматаджи. Между кадрами время 3-4 минуты. Съемку ведет обычно, ну, я не знаю точно какое. Аппаратом ведет, фотоаппаратом цветным, как видите, ведет корреспондент. И вот смотрите, как меняется картина. Картина. Что делают здесь эти люди? Они медитируют на... О, спасибо большое. Они медитируют на то, чтобы в мире было все спокойно. То есть их цель, их медитация направлена на сохранение мира. Тогда на Ближнем Востоке шла война. И смотрите, что получается. Постепенно над головами людей возникает аура. Эта аура постепенно разрастается. И в конечном итоге вот принимает такой вид, где вот здесь в серединке мы видим лицо такое прекрасное. Это как бы духовное лицо Шриматаджи. Но скамейка, она не живая. У нее нет такой ауры, как у людей. Она остается, видите, четко видна. Фотоаппарат ее четко фиксирует. Но только аура искажает слегка всю обстановку. А вот людей почти не видно, потому что аура объединяется. И это дает сильный эффект. Но с точки зрения физики, значит, у человека есть какие-то поля. Эти фотографии показывают. И кроме этих фотографий имеется столько, такое количество, огромное фотографий, я пересмотрел, где в разных ситуациях появляется поле, связанное с телом человека. Следующий слайд, пожалуйста. И можно спросить, а при чем здесь физика вакуума? Так вот, я напоминаю, что есть так называемый лэмбовский сдвиг в науке, известный. Значит, лэмбовский сдвиг заключается в том, что атом водорода, помещенный в пустоту, то есть вакуум, он, тем не менее, под действием флуктуации физического вакуума, флуктуация приводит к виртуальным фотонам, его уровень 2С1,2 расщепляется на два подуровня. И раз, то есть вакуум подпитывает атом водорода. Частота, соответствующая этой подпитке, 1075 МГц. Можно все это пересчитать в джоули. Так вот, оказывается, смотрите, какой ход. Если мы, наше тело, вот, допустим, у меня где-то в районе 70 кг человеческое тело, у меня в этом случае находится 4 на 1027 атомом H2. И каждый из них подпитывается вот этой энергией. Если посчитать все в сумме, значит, этой энергии, то это, оказывается, энергия равна 0.726 ккал. То есть человеческий организм любого вообще, и животного, и растений, он состоит из атомов, в том числе из атомов водорода. Мы состоим на 80%. Атомов, оказывается, имеет вот такую подпитку от того, что в каждой точке нашего пространства идут флюктуации вакуума. Это говорит, во-первых, о том, что, с точки зрения физики, очень важно. Для меня это означает, что, во-первых, нет инерциальных систем отсчета в той теории, где существуют квантовые флюктуации физического вакуума. Потому что под действием квантовых флюктуаций любая частица, любая, начинает дрожать. И это известное явление дрожания частицы. Поэтому с самого начала, если мы хотели бы построить понятную теорию квантовой механики, нужно отказаться в ней от понятия инерциальной системы отсчета. Сильнейший вывод. И второй вывод, что нет замкнутых систем. Все системы являются открытыми. Мы все живем в этом вакууме. И еще неизвестно было бы, что бы с нами было, если бы вдруг эта энергия исчезла. Кроме атомов водорода у нас много и других атомов, которые тоже имеют, ну, не такую, а некую другую подпитку от физического вакуума. Поэтому возникает такая гипотеза, что аура человека, это набор некоторых полей вокруг его физического тела, она порождена вакуумными полями. То есть она имеет связь с вакуумом. Если человек там как-то изменяет свое состояние, например, он умирает, то вот эти подпитки кончаются, и его покидает силы, и он, значит, уже действительно, как бы физическое тело его исчезает. Вопросы потом, да. Значит, это Нобелевская премия за 1955 год. То есть надо над этим думать. К сожалению, пока мало кто об этом думает. Следующий слайд, пожалуйста. Кликни, кликни. Ну, вот смотрите, на первом канале демонстрация. Человек притягивает своим телом. Никакая теория гравитации, никакая электродинамика не может, известная нам, не может объяснить это явление. Пожалуйста. Ну, раньше говорили, намазывали маслом, приклеили клеем. Ну, вы видите, это на глазах у многомиллионной аудитории, и там присутствует много людей, ничего человек не приклеил и не примазал. Просто притягивал. Как он это делает? Вопрос к кому? К физикам, потому что ни медики, ни биофизики, а у них нет аппарата для того, чтобы изучать это явление. Мы должны дать ответ, почему эта плита прилипла к нему, причем прилипла из-за того, что он так хочет. То есть он управляет физическим процессом. Мы на это не рассчитывали, мы думали, что это невозможно. Поэтому выводы такие, что явление психогравитации невозможно описать гравитационными или электромагнитными полями или какими-то другими, которые нам известны. И с телом человека связано универсальное поле, неизвестное природой. Как я полагаю, это поле инерции. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще один пример. Кликни, пожалуйста. Значит, это Анатолий Антибов-Пенза. Притягивает телом три металлические плиты общим весом 150 килограмм. Вот одна плита, смотрите. Причем он, вот если, смотрите, мы не видим, чтобы она так была притянута к коже, что кожа натянулась. 50 килограмм это, представьте, на поверхность кожи повесить, ведь кожа оторвется. А он сейчас еще три плиты сюда присоединит. То есть он как бы обезвешивает эту плиту. Ну вот он теперь своим сознанием начинает ослабевать притяжение. И плита под действием силы тяжести, естественно, ползет вниз. Но опять-таки он как бы делает, он вот это вот обезвешивание, он уменьшает. И плита просто сползает. Но кожа не рвется. Это же 50 килограмм, а кожа очень тонкая. Так что здесь никакие фокусы уже не пройдут. А вывод такой, что человек способен управлять полем неизвестной природы. Я думаю, что это поле инерции. Вот сейчас просто вы посмотрите, три плиты. Вот чугунная плита, значит, 50 килограмм. Следующая чугунная плита через эту, смотрите, он притягивает через металл ее. Смотрите, это чудо? Нет, это не познанные законы физики, которые нам предстоит еще изучать. Значит, вот третья плита, они даже не знают, не могут, вдвоем ели ее. И вот у него 150 килограмм на груди, и при этом никакие отрывы кожи у него не происходят. Он их обезвешивает. И он еще им говорит там, вот если бы был звук, к сожалению, я мог бы сделать, но не получается. Он им их просит, берите вот сюда ручки и тяните вниз. Он их просит, тяните вниз. Они испугались и сказали, нет, вот он говорит, давайте сейчас тяните. То есть вы видите, что есть явления, которые дают вызов именно теоретической физике. Следующий, пожалуйста, следующий слайд. Ну и что в этом смысле есть на уровне материального мира современного? Оказывается, есть зацепки. С точки зрения теории физвакуума, уравнение движения некой системы механической имеет такой вид. Сюда входят внешние силы и силы инерции. И вот если этот закон прав, то тогда центр масс-механической системы может двигаться под действием только внутренних сил инерции. То есть никого, ничего нет снаружи, а есть только некая, значит, внутренняя сила инерции. Она может двигать объект. То есть движение объекта за счет внутренних сил, с учетом того, что мы сейчас знаем из теории вакуума, допускается. И это новый закон динамики. Он запрещен парижским, значит, в Париже где-то в 16 или 18 веке запретили двигаться объектом, механическим системам за счет внутренних сил. Это сейчас не так. Сейчас можно, и есть для этого аналитическое описание. И вот как пример такого потерь веса у механической системы, кликни, пожалуйста, значит, оказывается, можно за счет внутреннего вращения. Вот сейчас смотрите, это взвешивается гироскоп на весах. Значит, без прецессии гироскопа он весит 710 грамм. Сейчас он раскрутит его и поставит. И весы покажут 708 грамм. Потеря веса составляет 2 грамма. Вот такого рода эксперименты проделали многие, в том числе и я. И это есть в Ютьюбе, показано, как это делается. Там очень точные весы, все было изолировано от воздуха. То есть, оказывается, это все есть. И самое интересное, что вот есть такой учебник для физиков, курс теоретической механики для физиков. Ольховский Игорь Игоревич, я автор, это тот, у которого я слушал лекции по механике. Вот на странице 359 сказано, что если гироскоп прецессирует, то его реакция опоры на том, в чем он стоит, меньше и пропорционирует квадрату прецессии гироскопа. То есть, это все уже даже задача решена. Но люди как-то в это не верят, что за счет каких-то внутренних вращений можно изменить вес, а вообще говоря, и заставить двигаться некую механическую систему. Следующий слайд, пожалуйста. А вот психогравитация и полеты йогов. Вот это явление, оно обычно называется левитация, наблюдалось очень много. Вот в частности, более 100 случаев левитации монаха Иосифа Купертинского, современник Ньютона. Он, все наблюдали, что он может летать, и когда вот он однажды его пригласил папа, он вошел в экстаз от того, что видит папу, и прямо перед его глазами совершил полет левитационный. Ну и не только в христианстве и в других религиях, а особенно в Индии, это как бы считается обычным делом у йогов очень высокой квалификации. И все это, вот в нашей, например, стране, в христианской, в православии есть свидетельство церковное, что среди русских левитантов можно назвать Серафимова Царовского, архиепифского Новгорода, Пскова, Иоанна, ну и Василий Блаженный тоже отличался тем, что на глазах у толпы переносился неведомой силой через Москву реку. Значит, сейчас, сейчас в Америке есть такое увлечение, называется полеты йогов. Кликни, пожалуйста. Так, это Джон Хагелин, это физик высокой квалификации. Значит, он закончил Стэнфорд, работал на ускорителях, специалист в области теории элементарных частиц. И вот он комментирует, он говорит, что с помощью умам можно победить классические законы тяготения, которые привязывают нас к земле. Наблюдая вот эти явления, это вот как раз американские йоги, они пока не летают. Вот предварительно они могут соревноваться в том, кто дальше пролетит, вот подпрыгнув, а затем полет. Они подпрыгивают, а затем пролетает некоторое расстояние. И они чувствуют, что они летят, и люди тоже видят, что идет полет, и у них идут соревнования на эту тему. Значит, считается, что есть такие законы, которые могут человека потерять вес. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и здесь я вам хочу показать Шнобелевскую премию Андрея Гейма. Сейчас он получил Нобелевскую премию нормальную в 2004 году, а в 2000 году ему дали Шнобелевскую премию. Кликни, пожалуйста, еще раз. Значит, смотрите, что он сделал. Он живую лягушку заставил левитировать в магнитном поле 16 Тесла. Это очень сильное поле. Значит, левитирует не только лягушка, но и помидоры и так далее. То есть даже не феромагнетики. То, что феромагнетики левитируют, это никого уже не удивляет. А вот то, что органические вещества могут левитировать, это, конечно, нонсенс. И если уж говорить по-честному, если бы он смог объяснить, как это происходит на основе некой физики, то ему бы дали, конечно, Нобелевскую премию гораздо более засущественный вклад, нежели через шуточный. И вот за что он получил? Он сделал фуллерены толщиной примерно в один атом. То есть он, как наш знаменитый левша, подковал блоху. Ну, сделал это чисто искусство, ну, какое-то такое, ну, ручное, что ли. Сделать очень тонкий лист углерода фуллерена. Да, и он это сделал, и за это уже получил. Но на самом деле тут очень серьезный вопрос поставлен. Почему же лягушка-то левитирует? Она не феромагнетик, она имеет совсем другую природу, диэлектрик, да еще органическое вещество. Так вот, оказывается, что дело здесь в следующем. И это уже следствие теории физического вакуума. Вот, оказывается, если очень упростить движение, движение чего? Да, вот прежде всего я хочу сказать, что лягушка, и мы с вами, мы представляем огромный набор маленьких заряженных гироскопчиков. Потому что все элементарные частицы нашего тела, ядра, электроны, они имеют спин. То есть они, кроме того, что могут двигаться поступательно во внешнем электромагнитном поле, например, они еще могут и вращаться. И вот впервые вращение заряженной частицы электрона было введено блоком, Феликсом Блоком, и в 1952 году он за это уравнение, вот без этого члена, он получил Нобелевскую премию. У него были другие там добавки, написанные от руки. Он это угадал, уравнение, он сделал его по аналогии с прецессией гироскопа во внешнем гравитационном поле. И он за это уже получил Нобелевскую премию. А оказывается, что уравнение вакуума позволяет обобщить это уравнение, получить моменты вакуумных сил добавочные. И получить не только эти уравнения, но и уравнения, связанные с ними, потому что С это спин, угловая частота. Вот получить такие поступательные уравнения, которые тоже содержат спин. То есть, если мы меняем спин за счет магнитного поля, то и уравнения и движения будут изменяться под действием того, что мы меняем спин. То есть, появится на центр масс некая сила, которая может действовать так, как нам нужно, если мы рассчитаем соответствующим образом. Раньше мы считали, что вращательные уравнения, ну, например, в механике твердого тела, вращательные уравнения и поступательные уравнения, они аддитивны. То есть, не зависят друг от друга. А на самом деле, в теории вакуума, вот в теории физ вакуума, у вас вращение всегда связано с поступательным движением и наоборот. То есть вы меняете поступательное движение, у вас меняется спин, и здесь меняется вращение. Ну, вращение элементарной частицы в этом случае меняется по направлению. Не по абсолютным величинам, спина аж пополам, он константа, да, по модулю, а вот в направлении его меняется. Вот эти уравнения описывают как раз тот случай, когда вы в магнитное поле, вот оно аж везде, вы здесь, используя магнитное поле неоднородное, вот, вы можете добиться того, что у вас за счет вращения, за счет вот этого уравнения магнитное поле возникнут такие силы, которые будут компенсировать силу тяжести. Вот здесь я не написал силу тяжести, здесь написать, здесь просто не все, а тут если добавить силу тяжести, одним словом, вращение может действительно компенсировать. Так вот, что происходит, значит, что происходит в случае полета йогов? Человек в состоянии, особо в состоянии сознания, может управлять прицессией внутри самого себя. Вот у него есть такие возможности. И управляя прицессией, он может изменить трансляционное это уравнение и компенсировать тяжесть, силу тяжести с помощью вот этой добавки. Значит, а что такое, что такое спин? Вот оказывается, все знают ЯМР-томографию. Вот здесь приведена в динамике ЯМР-томография головного мозга. Так вот, что сам томограф из себя представляет, куда засовывает человека? Это генератор и приемы торсионных полей. Если уж говорить о терминологии, торсионное поле – это математическая терминология, ввел ее картан. А на физическом языке торсионное поле означает поле инерции. Поэтому поле инерции сейчас не вошло пока. Так вот, оказывается, давно мы уже работаем с этим полем, не понимая, потому что мы не знаем этих уравнений. Смотрите, томограф как устроен. Вы имеете, засовываете человека в томограф, там есть петля. Туда посылаете в эту петлю сильный электромагнитный импульс. Сильный электромагнитный импульс содержит поля H вот в этом уравнении. Эти поля заставляют выходить спины нашего тела, из которого состоят наши гироскопчики, из какого-то состояния, которое было до того, как был импульс. И импульс как бы меняет свое направление, спины меняют внутри тела свое направление. Потом идет релаксация. Спин излучается, излучается спиновое поле, то есть торсионное поле. И тут же, около этого томографа, есть приемник, который это спиновое поле за счет этого уравнения преобразует в движение электронов. Появляется ток, и это создает нам изображение. Вот так. Это так называемое видение нового типа. Когда вы возбуждаете спину внутри вещества, они потом релаксируют спины. Но релаксация приводит к тому, что появляется ток, и этот ток потом мы регистрируем с помощью электромагнитных инструментов. Следующий, пожалуйста. И вот это все подтверждает эксперименты Анатолия Родионова, который написал книгу под названием «Экспериментальная биоинтроскопия». Фактически томография – это биоинтроскопия. Значит, он считает, он сам обладает сенсорными способностями, он видит ауру человека, вот это нарисовано им на обложке его книги. Он видит энергетические центры человека и энергетические каналы. Кроме того, он говорит, что вот этим третьим глазом, которым я вижу, я могу проникать через материальные объекты и смотреть, что происходит внутри организма, физического тела человека. Значит, у него много учеников. Он, вообще говоря, был врач российской команды молодой по спортивной гимнастике. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии, но тогда он был врачом, и он научил своих учеников гимнастам этому видению. Он научил их. И вот рисунки его учеников, как они видят поле, излучаемое телевизором. Вот одно и второе, значит, оказывается, разная структура имеет это поле. И, например, когда у них во время тренировки происходит, значит, травма, вот тут показано, то они видят, в каком месте идет травма. Например, есть снимки рентгеновские, когда сначала они рисуют такой вот рисунок и говорят, травма здесь. Потом делают рентген, смотрят, и там точно наблюдает трещину в кости или еще какое-то отклонение от нормы. Следующий слайд, пожалуйста. И вот эта биоэлектроскопия, вот тут я представляю фотографии с Первого канала, пусть говорят, Малахова, значит, про зрение. Значит, он проходил, и там показывалась методика Марка Комиссарова. Ну, кроме Марка Комиссарова есть другие люди. Вячеслав Бронников, с кем я встречался лично, был у него на встрече. И было следующее интересное событие, но для меня, на меня оно провелось сильное впечатление, потому что я принес с собой свою книгу «Теория физвакуума». Значит, сын Вячеслава Бронникова завязал глаза, стал ко мне спиной, я стоял так. Я взял книгу, открыл ее «Теория физвакуума», сложный текст. Там формулы... Сложный текст, непонятно что. Значит, мы взяли, я еще к тому же книгу перевернул, чтобы текст был вверх тормашками. Даже если вы будете, снимете повязку и прямо смотрите, вы не прочтете. Вот, а я это сделал, потому что нужно было удостовериться, что никто не подглядывает ничего. Он стоял ко мне спиной, перевернутая книга, и он читал текст один в один. Вот, представляете, это, конечно, меня поразило, но тут вот присутствовали представители официальной культуры, они обвинили всех участников мошенничества. Но что тут было? Вот, значит, тут присутствовал депутат Баринов, он дал свое удостоверение. Вот девочка с завязанными глазами все прочла, он, конечно, удивился. Видение рисунков она показала. То есть ей рисунки, вот лук там и другие овощи, она все это говорила. И, конечно, вот слепая от рождения другая девочка различает цвета. Красный, белый и так далее. То есть, оказывается, все-таки есть какое-то внутри нас некое поле, связанное с тем, что мы называем третий глаз. И оно способно, вот как томограф нам показывает, в конце концов, электрический портрет как бы нашей внутреннего устройства, там, нашего тела. Вот они точно так же могут внутри материи, через материю, вот с помощью этих полей, они могут различать объекты. Следующий, пожалуйста. Ну и, наконец, пирсинг. Ну, психопирсинг не такой, как мы привели. Вкликните, пожалуйста. Значит, смотрите. Мерин Дажо, это в Германии человек был, который запросто переносил полные проколы. Вот его прокалывают шпагой. И он после этого мог ходить там, и сейчас вы увидите. Значит, чтобы убедиться, что шпага действительно проткнула тело, вот люди держатся за голову. Вот он стоит перед рентгеновским аппаратом, делается рентгеновский снимок, и сейчас вам покажут. Вот шпага его проткнула, его тело. То есть наше тело устроено так, что мы можем, в принципе, вот выносить и вот такие вещи. Ну, а особые люди делают это, видимо, как-то впечатляюще, наиболее впечатляюще. Ну, вот он ходит, пожалуйста, ничего перед всеми. И все это знают, и, конечно, ни медицина, ни тем более физика не в состоянии объяснить, что же в данном случае происходит. Не понимают они, эти ученые. Вот он сейчас побежит, начнет приседать, побежит и так далее. То есть он не испытывает особого... А больная чувствительность вообще у него присутствует? А это я не знаю. Я не присутствовал при этих съемках, я просто получил вот эти результаты. Вот, пожалуйста, это немецкие ученые-врачи. Вот, видите. Я думаю, что нет, если бы ему было больно, он бы его не стал. Значит, он... А в каком году это было? Это где-то в 50-е годы. Или 30-е годы. Или 30-е. А отсутствие рецепторов нервных, вот вам и объяснение. Ну, может быть. Может быть. Это медицинское объяснение. Для меня это объяснение должно быть с точки зрения физики еще понято как-то. Так, ну, следующий слайд, пожалуйста. И вот, наконец, есть в нашей стране А, значит, такой человек Это, значит, Ольга Каюкина, которая занимается аномальными психофизическими экспериментами с точки зрения медицины, активности, работы мозга. Значит, вот кликните, пожалуйста. Вот фильм «Почему обманутый наукой никто никого не обманывал?» Значит, это Кузьменко, экстрасенс. Смотрите, он через стеклянную колбу действует на лист фольги, на игле. И этот лист начинает вращаться. Но этого мало. Значит, эксперимент заключался в следующем. Сам Кузьменко сидел в одной комнате. И видел в телевизор изображение вот этой колбы. Вот. Вот эта колба. Значит, здесь стояла аппаратура, которая снимала изображение колбы и передавала на телевизор. Он, сидя в одной комнате, расстояние между колбой и дверь, и тут дверь, перегородка 5 метров, воздействуя на изображение, он вращал фольгу в этой колбе. Ну, что Каюкина заметил? Она заметила, что в тот момент, когда идет воздействие, когда он напрягается, то, конечно, у него активность мозга, вот видите, она как-то концентрируется в определенной части, ну, где третий глаз как раз, кстати. Идет такая концентрация. А в нормальном состоянии активность мозга, она как бы распределена по всей структуре мозга. А здесь она очень концентрируется и идет такое воздействие. Для нас, для физиков, это вообще чудное явление, потому что, ну, куда ни шло еще, если вы глядите, все-таки какой-то луч, он прямо воздействует на этот лист и идет вращение. Но когда вы через телевизор действуете, это вообще невообразимо. Это невероятно. Это передача некой информации. И это воздействие, вот по нашим наблюдениям, идет через адресный признак объекта. То есть он не на сам объект воздействует, а на его как бы изображение. И это изображение для него просто адрес. А воздействие идет, минуя все преграды, прямо на сам этот объект. Это называется, это известное явление для тех, кто занимается информационными технологиями. Воздействие идет через адресный признак. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот в нашей группе, эта группа носит название «Вторая физика». Она была организована после того, как наша организация была уничтожена, так скажем, потому что до 1991 года работала государственная организация. Она была основана комитетом по науке и технике Советского Союза в 1968 году. В 1986 году. В 1986 году. Она была организована, получила деньги на исследования. И исследования велись как раз из-за того, что те люди, которые ее организовали, получили достаточно веские доказательства того, что существует неизвестное физике явление. Они наблюдаются, в то время они наблюдались во многих частях бывшего Советского Союза. И вот чтобы в этом разобраться, была создана эта организация. В 1991 году ее просто разогнали, прекратили финансирование. Но люди остались и продолжали работать, ну, так скажем, за счет своих внутренних резервов. Так вот, эта группа, вторая физика, вот в частности, Виталий Замша, он живет в Австралии, многие разъехались в Америке, в Австралии, в других странах. Но работают вместе, один из них, вот Виталий Замша в городе Перт, это Австралия западная. Виктор Шкатов живет в России, в Томске. И вот какой эксперимент они провели. Значит, в Австралии имеется, да, значит, имеется рамка в Томске, подвешенная на нити. То есть, она может вращаться, если на нее как-то воздействует. Значит, это над рамкой имеется камера для того, чтобы было видно ее поведение. Значит, это изображение рамки передается сюда, на монитор компьютера Виталия Замши. 8 тысяч километров расстояние. Далее, Замша начинает действовать на изображении. Фотография, да, предварительно сделана. Фотография, вот она. Такая же фотография была передана Виталию Замше, и он действует на фотографию, заставляет вращаться рамку, находящуюся в Томске. Вот. За 8 тысяч километров. Причем, это воздействие, конечно, оно имеет очень маленькую, низкую энергию, ну, явно, что тут не электростанция работала, а просто вот то человеческое поле, которое организм Замши генерирует, и он преднамеренно, намеренно задал себе, значит, задачу, чтобы рамка эта вращалась, он действует на фотографию, а рамка вращается, и все это, вот, запись этого процесса, вот воздействие, и вот, когда воздействие есть, началось изменение угла поворота. Воздействие кончилось, нить стала раскручиться в обратную сторону. Значит, понимаете, мы сейчас на уровне какого-то железа, на уровне каких-то приборов простейших, пытаемся доказать, что эти явления существуют, повторяются, и с ними надо разбираться на научной основе. Следующий слайд, пожалуйста. Вот я коротко просто приведу вам несколько сведений о теории физвакуума. была книга вот такая опубликована, до нее еще одна была. Значит, основные уравнения имеют вот такой вид уравнения этого объекта физического лакуума. Не буду говорить, что это такое. Скажу, что с ними можно работать, решать и находить решение, которое проверяется на опыте. Кроме того, решение этих уравнений позволяет найти то, что уже было найдено с помощью других уравнений. Например, уравнений теории Эйнштейна, уравнений квантовой механики Дирека и так далее. То есть, хочу сказать, что из этих уравнений следует уравнение уже известной фундаментальной физики. Значит, уравнение предполагает, что мы живем грубо, если грубо рассуждать, в мире, в котором есть семь уровней твердое тело, жидкость, газ и элементарные частицы. Вот по такому, значит, по современному взгляду это четыре уровня материальных, это все материя, да, и об этом говорили и древние философы, в том числе и Будда. У него это было, значит, земля, вода, огонь, воздух и это было огонь, элементарные плазмы, это огонь, а вот уравнения эти еще имеют другие уровни реальности, все это материальный мир описывается такими уровнями, а вот эти уравнения, они впервые были найдены, то есть это не материальный мир, почему? Потому что в этом мире энергии нет, это информационный мир, и вот оказывается, что информационный мир, это возникает прежде всего из вакуума, вот по современному представлению из вакуума рождается Вселенная, знаете, наверное, теорию большого взрыва, так вот в этой теории, конечно, все не так, и на самом деле тут рождение идет не из точки, а оно как бы сразу во всех точках Вселенной, но я не хочу говорить об этом, просто это два слова, абсолютное ничто имеет для себя описание в виде тождества ноль равно нулю, но именно абсолютное ничто, обладая некими свойствами, неизвестными нам и вообще трудно представимыми нормальным людям, значит, являясь абсолютным ничто, рождают из себя сначала первичные торсионные поля, которые фактически представляют собой свод законов, по которым будет построен материальный мир, и затем физический вакуум, значит, это мир высшей реальности, который нам предстоит, я думаю, изучить, и вот наше тело состоит не только из материального мира, вот из этого, но она также имеет отношение вот к этим мирам, и очень значительное, потому что тезис о том, которым нас учили в университете, что материя первична, сознание вторична, это есть продукт высокоразвитой материи, у меня вызывает большие сомнения, я думаю, что сознание первично, именно оно начинает какое-то действие, которое потом материализовано, которое затем превращается в этой материи, значит, это матрица возможностей, это такая матрица, согласно законам которой, вот все в материальном мире будет рождено, следующий слайд, пожалуйста, и вот вам пример торсионного генератора Монтенье, Люк Монтенье, Нобелевский лауреат, 2008 год, Нобелевская премия за открытие бацилы спида, значит, вот он, ну я с него начинаю, потому что все-таки весомый человек, когда он, он взял следующий эксперимент, он взял значит, пробирку с пробирку с DNA, это как ДНК, пробирку создал вот такой очень простой генератор, это, видите, такая катушка индуктивности, здесь генератор где-то 7 Гц, и поместил туда просто чистую воду, и после 18 часов, по-моему, воздействия, он в одной из пробирок получил молекулы ДНК, то есть были пустые, запаянные, конечно, водяные пробирки, получился телепатический перенос из молекул ДНК, из запаянной пробирки в пустую, то есть в пробирку, где чистая вода, и вот он об этом доложил на заседании Организации Объединенных Наций, и знаете, что случилось с нобелевским лауреатом, его осмеяли, сказали, что обвинили его в том, что он занимается псевдонаукой, лжеученый, и что этого не может быть, потому что наша, наша материалистическая наука этого не допускает. Одним словом, но вот оказывается, что вот такого рода эксперимента переноса ДНК у нас в России в 1971 году занимался Дзянь Каньчень, он сбежал от Китайской революции, был биолог, и он, например, облучал торсионным генератором, который им был изобретен, а он облучал, например, разрядилось что-то, да? Угу. 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 Я вам тоже микрофон перенесу, а то вы рукой вы постоянно задеваете. что-то, 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 все есть, есть, там должно быть. Есть, все нормально. Спасибо. Значит, смотрите, этот человек... включен он не включен. вот ты неправильно вставил, дорогой. Сейчас я посмотрю. Ну, задом... Ты задом... Неправильно, полюса. Полюса, да. Сейчас, извините, сейчас все будет. так, значит, это вот правильно было. Ну-ка, сейчас... О, совсем другое. Сейчас должно быть. Все, окей? Окей? У меня все светится. Что, нету? Посмотрите у вас. Вот я не знаю, что ждать или говорить все-таки. Там люди ждут. Говорить. Говорить, да? Итак, вот смотрите, этот человек, он сделал такой генератор. Он брал в одну камеру генератора, клал яйцо, допустим, курицы, а в другую камеру он клал перо утки. И когда через какое-то время воздействовал, когда вылуплялся, значит, из яйца цыпленок, то у него на пальцах ног были перепонки, как у утки. И подобного рода очень много. Если вы посмотрите в литературе, там очень много его экспериментов. Когда? Он делал то же, что Люк Монтенье переносил информацию ДНК с одного объекта на другой. И впоследствии объект этот менял свою генетическую структуру. То есть, эти эксперименты... То же самое делал Петр Горяев, который был мой соавтор по книге. Мы с ним вместе написали книгу, называется так «Волновой геном понятиях физического вакуума». И значит, в прошлом году... Квантовый геном книга. Квантовый геном, да, вышла Квантовый геном в 2018 году. А самое главное событие стали происходить после того, как... Ну, я Люку Монтенье подарил эту книгу. Мы с ним встречались в Южной Корее. Мы с ним разговаривали. И, видимо, он рекомендовал Петра Горяева на Нобелевскую премию, потому что к Петру приехали люди сначала поговорили, посмотрели его аппаратуру. А он что? Он переносил информацию ДНК с фотографией на... Значит, он, имея фотографию, то есть, используя ее как адресный признак, воздействовал на фотографию, допустим, какими-то лекарствами, и затем человек вылечивался, то есть, он переносил информацию на пациента, используя как раз вот то, что делал и Монтенье, и Дзянь-Кан-Дзянь. И, значит, ему пришло письмо, вот это письмо из Нобелевского комитета о том, что Петр нормирован на Нобелевскую премию в 21-м году, но, к сожалению, после этого письма через 2-2 недели или 3 он ушел. Следующий, пожалуйста, слайд. Посмертно не дали? Посмертно не дается. Нобелевская премия посмертно не дается. Так. Ну и вот я еще раз показываю торсионную связь, то есть связь, которую вот перед этим вам рассказывал. Что поражает здесь? Здесь уже не руками человек воздействовал, передавал информацию, а генератор в городе Перд, вот запад Австралии, в которых закладывался адресный признак. Ну, это особная технология. И в определенный момент времени этот генератор включался. И в Штутгарде стоял приемник, который имеет адресный признак вот этого генератора. Здесь уже расстояние почти 14 тысяч километров. Штутгард это Германия, Перд это Австралия. И вот запись самописцев вы видите здесь. Как только включался здесь генератор, то приемник сразу делал такой вот всплеск, ну и потом какой-то держался, когда выключался приемник. Такая грубая, ну так скажем, даже не то, что как у Попова, даже еще может быть проще, но это первые первые эксперименты по связи, по связи, мы называем ее торсиона, это новый канал, связи, конечно, в будущем. Он будет развиваться, для этого нужны средства, люди и возможности, это все будет потом развиваться, я думаю, даст хорошие плоды. Значит, все это опубликовано в журнал формирующихся научных направлений или направлений науки, формирующих направлений. Да, вот такой журнал издается, тоже можно в интернете найти, но еще очень важно, что если бы мы передавали сигналы экспертов Штутгарт на основе электромагнитного излучения, то нам мегаватт нужно было бы использовать электроэнергии, чтобы преодолеть такое расстояние. Здесь же и генератор, и приемник использует несколько милливатт, даже не ватт, а милливатт электроэнергии. Вот можете себе представить, какие результаты получены уже на сегодняшний день. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и вот этот рисунок я взял из книги Блаватской Елены. Значит, вот тут показано, что кроме физического тела имеются также и другие тела, полевые. Это то, что называется аура. И вот эта аура тоже, видимо, имеет отношение к грубоматериальному миру, то есть физическое тело и эфирное тело, это скорее грубоматериальное мир. Вот тонкоматериальные эти термины я беру из эзотерической литературы. Астральное тело это уже тонкоматериальный мир, ну и мир высшей реальности, он связан с высшими чакрами, в свою очередь высшие чакры, они порождают, они как бы являются энергетическими центрами вот всех этих многослойных полевых структур. Вся аура, она носит полевой характер, и думаю, что поля инерции в этом, в этой ауре играет очень важную роль. Ну и есть наблюдения, много достаточно наблюдений, которые говорят о том, что существует выход астрального тела в различных ситуациях. Вот есть состояние самогипноза, состояние клинической смерти, в автоавариях, когда люди погибали, попадали, они видели выход, а потом их реанимировали, или используют перегрузки в центрифуге, а в центрифуге там порождается поле инерции. Я имел много встреч с космонавтами, и один из них мне рассказал, когда они тренировались в центре, в космическом, и он находился в центрифуге, он вдруг увидел себя со стороны, когда перегрузка достигла значительных величин, а там они терпят только до 10 G, то есть в 10 раз ваш вес увеличивается, когда 10 G, там начинаются потери сознания, и вот где-то на пороге между потерей сознания, состоянием сознания, он увидел, как центрофуга выбросила из него астральное как бы тело, и он со стороны наблюдал, как его физическое тело вращается, так что вот эти вещи тоже требуют очень тщательного изучения, и это будущее психофизическое явление, часть поля человеческого выходит из его физического поля, это чисто физический эффект, и его нужно изучать следующий, пожалуйста, слайд. А вот еще интересные эксперименты, они были проведены во Львове в 1986 году, значит, они заключались в следующем, вот здесь показана печь Таммана, а внутри кювета с расплавленным металлом, печь Таммана, это металлический цилиндр, толщина его в палец металла, этот металл заземлен, значит, здесь вот я нарисовал руку оператора, но вместо руки оператора сначала ставился торсионный генератор Акимова, который представляет собой небольшую коробочку, и эта коробочка потребляла там ну не больше 200 ватт, вот там стоит все устройство внутренней начинка, не буду говорить, а как, вот она, эта коробочка воздействовала через металл заземленный, дальше идет кирпичная кладка здесь, а тут квета, и все, и здесь еще есть обмотка, по которой течет ток 800, ну, большой ток очень, чтобы создать индукцию, чтобы разогреть металл, и вот через все эти препятствия генератор, потребляющий 10 ватт, просвечивает и меняет структуру металла, вот здесь, дальше, вот когда это все показали сенсом, то они сказали, да мы это тоже можем делать без всякого вашего генератора, это говорит о многом, это говорит о том, что поле генератора и поле, которое человека будет воздействовать на этот процесс, имеют одинаковую природу, одинаковая природа, и вот смотрите, тут таблица значит плавок, когда воздействовал контрольный вот образец, вот видите, изменение там прочности, пластичности, это контрольная плавка, затем обработка генератором, вот смотрите, тут генератор дал большее значение, вот, и обработка сенситивом дала еще большее значение, чем даже генератором, то есть вот изменение структуры после того, как плавки сделаны, вот образцы смотрятся и следуются, вот оказывается мелкозернистая структура меняется и так далее, то есть для меня, как для физика важно то, что человек делает то же, что и генератор, но даже лучше, хотя сам вопрос существует, как, имея электромагнитную основу, опять же, вот этот маленький генератор просвечивает все вот это, причем все это металлические кранированные заземляно, никакие электромагнитные импульсы не должны проходить сквозь такую защиту, такие экраны, а тем не менее проходят и делают изменения в структуре металла. Следующий слайд, пожалуйста. здесь я представляю некоторые детекторы торсионного поля, из них наиболее известны это торсиметр Кравченко ИГА-1, вот он, его представлено, и торсиметр Шкатова, Виктора Шкатова, значит, Кравченко уже ушел, Шкатов сейчас живет в Тюмени и продолжает исследовать торсионные портреты различных объектов. Следующий, пожалуйста. Скатова не в Томске? В Тюмени. В Томске. В Томске. В Томске, извините, в Томске. Вот здесь представлены исследования, которые были проведены с помощью измерительного детектора ИГА-1. ИГА-1, это было опять же сделано во Львове, вот во Львове, да, кажется? Вот ИГА-1, ну, может быть, не во Львове, да. Значит, вот человек, который это все, тут вот прибор, человек, который Андреев, это 59-й год, еще до того, как наша организация была исследована. Что-что? Он родился в 59-м году. А, а, года рождения, да. То есть, я точно, конечно, не был, не присутствовал, не знаю, но вот то, что опубликовано, опубликовано, вот есть такая публикация, где вот это человек, которого, ауру которого измеряли с помощью прибора ИГА-1. Оказалось, что кроме ауры самого человека, вот реального, существует еще аура, двойник, во-первых, который повернут по отношению к самому человеку на 180 градусов, и у которого тоже такая же аура, ну, почти такая же. Вот такой полевой двойник, это полевое образование. В народе говорят, это ангел-хранитель. Значит, оказывается, да, действительно, такое есть. И это наблюдается с помощью железок, и этим надо заниматься, потому что может принести очень много пользы для медицинского здоровья человека. Следующий слайд. Вот здесь то же самое сделано для какого-то растения. Вот видите, оказывается, тоже измерена аура этого растения, и, значит, растения и другие животные, я думаю, что тоже имеют ауру, и это интересно. Следующий слайд. Ну вот я сейчас в заключении я бы хотел вам представить то же, то, что происходит на мой взгляд сейчас в науке. Вот наша наука 350 лет назад началась с Ньютона, потом это фундаментальные теории здесь нарисованы. Это что такое? Кто там будет? Значит, это фундаментальные теории, я имею ввиду механика Ньютона, механика Эллера и электродинамика Максвелла. Это все фундаментальные теории. Дальше по мере развития. Вот тут точка, где физика раскололась как бы на классическую и на квантовую. Появилась квантовая теория. Это я? Кто там интересно? Это Полтергейст. Полтергейст. Это указка там, это я, наверное, войдем. Ага, хорошо. Да, да. Значит, разошлась. У нас появились конструктивные теории. Теории квантовые, Дирако, Шейдингер и так далее выдуманы из головы, чтобы объяснить эксперименты, наблюдаемые в электродинамике. В электродинамике оказалось, что атомы излучают дискретные спектры. В электродинамике оказалось, что спектральная плотность излучения абсолютного черного тела не подчиняется наблюдаемым в некоторых областях, не подчиняется наблюдаемым явлениям. И в результате давления экспериментальных фактов, полученных в электродинамике, еще раз подчеркиваю, возникло сначала уравнение Шейдингера, а потом уравнение Дирака. Никто на сегодняшний день не понимает квантовой механики. Эйнштейн первый сказал об этом, что это не та теория, она не полна, нам там чего-то не хватает, нам нужно искать новую квантовую механику. И он сказал как? Путем развития общей теории относительности. И вот он нашел уравнение общей теории относительности гравитации в 19-м году. Эти уравнения фундаментальны, потому что они описывают фундаментальное гравитационное поле. Можно там выключить телефон? Да. Вторая проблема, значит, вот я, когда закончил университет в 1972 году, решил первую проблему, она была опробована в Московском государственном университете на кафедре теоретической физики и на семинаре Дмитрия Иваненко. Это большой специалист в единой теории поля. Эйнштейн нам завещал геометризировать электродинамику. Это было сделано в 1972 году, положительные отзывы были, но я не стал дальше развивать эту работу, а пошел дальше и решал вторую проблему Эйнштейна. Она заключалась в геометризации тензорной энергии импульса и нахождении геометрического описания квантовой электродинамики. Значит, это было решено тоже в 1976-1977 и все это было опробовано и опубликовано в журнале известий вузов физика опять же при поддержке Дмитрия Иваненко. Вот эти две работы это поддержка Дмитрия Иваненко, которого Академия наук так и не признавала и не согласилась дать ему академика. Он много сделал в теоретической физике, но у нас война, есть одни мнения, другие и так далее. И наконец, вот 43 года назад, в 1979 году, я решил, уже выходя за рамки второй и первой, я нашел уравнение поля инерции. А дальше, через некоторое время, я понял, что это все теория физвакуума и в 1988 году, 34 года назад, опубликовал тоже депонированную монографию, затем публиковал книги и наконец вот пришел в конце концов к новой механике. То есть та механика, которую мы изучаем от Эйлера и Ньютона, она очень и очень приближенна. На самом деле нужно другую механику, где много законов, которые объединяют законы механики Ньютона и Эйлера. А как развивается вот этот мой путь развития, значит, вот здесь произошла смена парадигмы, разделение. Это парадигмы, это инерциальная система отчета. Вот большинство из этих теорий основано на понятии инерциальной системы отчета и на понятии материальной точки. Вот это все. Хотя здесь вот у Дерака и есть спин вращения, но он как бы внешне, он не связан внутренне со всей теорией, он как инородное тело, как некий параметр. А значит, потому что здесь инерциальная система отчета и материальная точка. А вот здесь произошел переход нет инерциальной системы отчета, было сказано уже вот на этом при решении второй проблемы Эйнштейна, и парадигма возникла новая, ориентируя материальные точки. То есть тут материальная точка, точка, которая не вращается, а здесь такая точка, которая есть собственное вращение. И все вот эти построения, они были связаны, были уже разработаны в новой парадигме, и 17 лет, как была доложена в Бельгии, и в этом смысле застолблена за Россией негалономная механика в 2005 году, это столетие со дня создания спецтеории относительности, она была застолблена осознанно для того, чтобы очень ловкие ребята, которые есть, очень их много, чтобы они все-таки не могли оспаривать приоритет, что такая механика новая существует. Последствия всех этих уравнений и открытий вы можете найти в моих лекциях на YouTube в последнее время лекцию часовую по решению первой проблемы Эйнштейна и ее последствий, второй проблемы Эйнштейна и ее последствий, и уравнение поля инерции, вот эти три сейчас в YouTube можете найти на моем канале Шипов Геннадий, и там все найдете. Следующие лекции будут посвящены физическому вакууму и негалономной механике. Значит, здесь новые технологии возникают, аналога которым нет вот в этой парадигме. Здесь пошли люди вот каким путем. Значит, квантовая теория поля стала развиваться, основанная на квантовых уровнях Дерако и Шридингера, а затем феноменологическая теория элементарных частиц. Сейчас вершина физики это стандартная модель, она феноменологическая, она не объясняет, а просто систематизирует. По Эйнштейну эта стандартная модель бессодержательна, просто это систематизация. Дальше тут пошла теория кварков, это тоже некая конструктивная теория, которая тоже нет физического содержания, непонятная очень, тут просто симметрия некоторая предлагается, на основе которых строятся кварки. И наконец, вот это ответвление, эта теория струн, она вообще началась в 70-м году, хотя и ранее были предпосылки, и вот в ней была одна и вторая уже две были революции, я называю их оранжевыми, они говорили, что мы решили все на свете, но на самом деле ничего они не решили, это чисто математические упражнения, они полезны как фитнес для физика, ну как очень хороший математический аппарат, и это все полезно, но они совершенно ушли в сторону от физики, они обещают нам проверить, что экспериментально проверены будут их уравнения, во-первых, через 100-150 лет, потому что те энергии, которые они там рассматривают, очень большие, у нас таких энергий нет, и во-вторых, они предлагают нам 10 в 150 моделей этих теорий, представляете себе, это если вся вселенная будет заниматься только теорией струн, она не сможет за всю свою жизнь пересмотреть все эти теории, это просто несерьезно, это не может такого быть, поэтому это все должно как бы оставаться, но все-таки я думаю, что нужно обратить внимание всей физики, а здесь колоссальные затраты, один только ускоритель стоит, один только ускоритель вот этот в церне сейчас он стоит коллайдер, он стоит его планировали за 10 миллиардов построить, но построили наверное за 20, кроме того, на нем сидят 4000 теоретиков, которые тоже там миллиард долларов получают, да, 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 бозон Хиггса, да, да, кроме того, даже самая простая, простейшая задача решаемая вот в рамках этой физики, да, это управляемая термоядерная реакция, существует 60 лет, затрачено 60-70 миллиардов долларов, и до сих пор эта задача не решена, нам все-таки обещают в ближайшие годы это. Я думаю, что вот по поводу этой физики одна очень умная женщина, это Сабина Хосенфельд, она немка, значит, специалист теории струн и квантовой гравитации, она написала в журнале Nature, в американском журнале природы, да, написала статью следующим названием «У народа есть все основания не доверять современной науке». Речь идет вот об этой науке. Кроме того, она пишет статьи под названием таких, что запутавшиеся в математике и так далее. Здесь очень хорошая математика, но математика, это, как говорил Эйнштейн, это один из способов водить самого себя за нос. И хорошая математика без хорошей физики мало что значит для физики. Значит, только, как я говорю, как некую накачку мускулов интеллектуальных для того, чтобы решать фундаментальные проблемы. Я постарался так же, как и Эйнштейн. Эйнштейн, он всегда занимался только фундаментальной физикой. Никогда ядерной, никогда частицами, вот этим он не занимался. Просто он физик, а здесь работают в большинстве все-таки мат-физики или чистой математики. А физики, вот им это важно, потому что здесь все физические основы не фундаментальны. Следующий, пожалуйста. Ну, благодарю вас за внимание. Теперь, пожалуйста, вопросы. Вот пока отвлеченный, можно сказать, вопрос. Можно сидеть? Да, конечно. Нет проблем. А вы не обладаете какими-то способностями? А, возьмите. Так, вы лично не обладаете сверхспособностями? Значит, ответ такой, давайте, а там слышно, давайте, да. Значит, это интересный вопрос. Я, знаете, когда я увидел, как человек притягивает своим телом вот такие предметы, я подумал, а неужели я не могу? И я попробовал, и у меня есть фотографии, когда я могу притягивать ложки, вилки. Это я могу, и у меня фотография тут все в ложках. Ну, это делают многие. Я думаю, что вот все, кто нас слушают и все, кто здесь присутствует, слушают там за экраном, они могут прийти и попробовать. У них, я думаю, тоже это обнаружится. То есть, это очень распространенное явление. Нет никаких особых у меня навыков. Я нигде не учился, ни йогой, не занимался, ничем. А вот это есть. Это, видимо, присуще всем. Вообще, говорят, эзотерическая литература говорит о том, что вот все, что я вам показывал, эти чудеса с нашими телами, они давно были у людей. Мы просто забыли, мы потеряли вот эти знания. Ну, по каким причинам? Ну, говорят, вот как Адам и Ева съели яблоко, и это был первородный грех, а мы очень много грехов с собой набрали по мере развития. И все эти божественные способности, они у нас пропали. Они ну, пропали просто, мы их потеряли. Для этого нужно, видимо, менять наше сознание. Но вот я вижу, что очень много людей работает и группы над тем, чтобы изменить сознание людей, тех, которые живут сейчас на планете Земля. И каждый раз, когда я включаю телевизор НТВ, там я вижу пугалки ужасные, когда везде страшные катаклизмы и наводнения. И вообще, и я думаю, что это неспроста, потому что мы живем на Земле, мы ее как-то не уважаем, ну, так мягко выразиться. Мы ее бурим, нефть из нее выкачиваем и так далее. Ну, видимо, есть другие способы получения энергии, и я думаю, что они уже развиваются на Земле. Я не только думаю, но и знаю, это энергия вакуума. По теоретическим нашим расчетам вакуум обладает, вообще говоря, теоретически бесконечной энергией, причем в каждой точке. Вот такая вот интересная штука. И есть, а поскольку мы в вакууме, любые приборы в вакууме, они не являются изолированы, они всегда связаны с вакуумом, то некоторые люди, не зная физики, уже сделали приборы, они получили название БТГ-генераторы и в Америке, и у нас, некоторых убили уже за это и так далее. Ну, в общем, это целая длинная история. Прорыв будет только тогда, когда все мы совместными усилиями будем поступать так. Значит, будет создана хорошая схема генератора, которую легко может собрать домохозяйка. Она берет эту схему, идет на радиорынок, закупает кучу деталей, берет паяльник, спает, и у нее есть этот генератор. Никого не спрашивая, ни у кого там, ну, я не знаю, может быть, тогда большое начальство придумает какие-то законы, чтобы запретить такие генераторы. Да, вот как мы сейчас поболеем, нельзя там входить туда-сюда, потому что больные заражаются. Вот такой закон изобретут, и нам не разрешат такие генераторы. То есть будет борьба за них еще, общественная борьба, правительство, народ. Так что это все уже работает. Вот, понимаете, люди, которые, так сказать, стоят высоко, имеют возможности, они фильтруют информацию, и часть информации, принадлежащей всем простым людям, она секретится. Даже в области науки делается какое-то открытие, и сразу секретить его. Почему? Потому что в первую очередь нужно его использовать для войны, потому что противник узнает, нас обгонит, сделает ну и так далее. То есть тут много всяких таких человеческого фактора это называется. Человеческий фактор. Это не под... Да, да. Микрофорыч. Это самое я тоже представлю. Вячеслав Климов Равс Учлевич под РЕН-ТВ зашло в продюсию РЕН-ТВ. Стараемся не пугать людей в последнее время. Да, да. Но я хотел бы сказать так, вот у нас тут присутствует многоуважаемая Ярослав Старухин, глобальная волна, он как раз занимается альтернативной энергией, в том числе энергии, получаемой с вакуума, эфира, эфирная энергия. Исходя из вашей лекции, я понял, что человек, поле сознания человека способно взаимодействовать со спинами атомов водорода, которые в нашем теле мы из водички состоим, и подпитываться энергией из вакуума, то есть поле сознания с полем вакуума взаимодействовать. Взаимодействовать. Исходя из этого, а мы все железяки пытаемся какие-то сделать, которые бы нас заменили. Век, сати, юги, так сказать, были сипхи у людей, они могли левитировать, телепортировать, по лучу света двигаться, становиться сверхтяжелыми, сверхлегкими. Так вот, освещает у нас Ярослав Старухин, в основном, технический принцип, почему все накостылило, на железяке, упор идет, почему не развивать в себе поле любви, поле способностей. и по поводу выхода, наверняка, может быть, кто-то знает, в 76-м году клиническая смерть 4 минуты была, и потом, после этого у меня выходы астральные пошли самопроизвольно. Вот про центрифугу, про эти самые в пирамидах тоже выходят вот эти поля форм, они тоже вот эту эфир, из человека эфирную вот эту вот оболочку тоже вот заметил. Но вот я вот про железное, почему все я отвечу, может быть, железо упирается, почему бы нам себя несовершенствовали. Значит, вопрос, вопрос законный, но я думаю, что здесь нужно все это постепенно, потому что сразу отказаться, это промежуточный этап. Вот то, что мы говорим сейчас, это все про железо, где сказывается поля, которые есть у человека, это некий промежуточный этап, его нельзя обойти, потому что все должно развиваться постепенно. Мы сейчас не можем перескочить, или мы тогда, видимо, должны сразу уйти в горы или в Индию, или где-то сидеть там или медитировать и ничего не хотеть. Мне кажется, что это будет, это будущее, но сейчас в настоящий момент у нас проблемы такие, нам нужно тепло и свет, и нам нужно еще и питаться, мы могли наверное не есть, но все-таки вот эти наши к чему мы привыкли, к комфорту, к цивилизации, это все еще требует железяк, иначе никак. А конечно хорошо бы летать не самолетом, а взял сам себя запустил и улетел. Это хорошо. да, это конечно. Давайте начнем с этого. Кто мы-то? Давайте, я уже давно начал. Мы. Вы хорошо вам говорить мы. Это нужно обращаться тем, кто обладает властью, ресурсами и так далее, политикой. А мы ничего мы не можем. Даже вы знаете, вот нам кажется, что мы можем, но если у вас нет для этого возможности, а возможности нужны. Вот например этот зал, если бы у нас не было, это бы моего выступления не было. Простой пример. Понимаете, это все очень просто. Нельзя пренебрегать материей там, где она необходима. Материя так же дорога, как и духовное совершенство. Все материальное. Все? А вот вы говорите, вот тут есть мнение, что все материальное. Все материальное. Но есть тонкое, ну да. Ну может быть и так есть такое мнение, да. Да, пожалуйста. У меня, знаете, вопрос, касающийся тороидальных структур. Это тема, Меня зовут Сапонов Андрея, Я занимаюсь исследованием аномальных явлений, область уфологии и так далее. Значит, ну да, мы сославы, так сказать, члены организации космопоиска. неважно. Значит, вот есть такая тема, тороидальные структуры, которые тоже присутствуют в альтернативных физических теориях. Вот, причем этой темой занимались и такие вот исследователи, как Бережной Александр Борисович. Я знаю его. Вот, кроме того, занимался такой вот контактер вселенский, вот, ну он физик и контактер, вот, он занимался больше на качественном уровне. Это вопрос или выступление? Нет, это у меня вопрос заключается. Вот вы говорите про торсионные поля, а дело в том, что согласно некоторым воззрениям, вот эти торсионные поля имеют конкретное выражение в виде тороидальных структур, на основе которых, собственно говоря, построены очень многие вещи, то есть считают, что как крупные объекты во Вселенной, например, звезды планеты, так и, допустим, микрообъекты, атомы, к примеру, а также, например, биополевые структуры человека, вот, вот, утаурные поля, которые у вас были показаны, это тоже разновидность тороидальных структур. Вот, значит, я хотел бы более точно узнать, занимались ли вы и вообще занимаетесь ли темой решения уравнений тороидальных полей, вот, ну, то есть и на фундаментальном теоретическом уровне, ну, и в прикладном варианте. Да. Да, спасибо. Паша, там можешь еще один слайд показать? Можно большое дополнение? Вот, смотрите, вот я специально задали вопрос, вот видите, это модель электрона, эта модель получена как точное решение уравнения физического вакуума, то есть такие, вот такие модели, они следуют, это просто особое представление, это так называемое расслоение хопфа, и вот из него получаются такие тороидальные модели, вот электрон на самом деле не точка, и не какая-то сфера, а это вот такой тор, который имеет спин, и вот примерно из себя представляет такой тор, диаметр тора, если взять там серединку, где-то оказывается 10 в минус 13 сантиметра, то есть это близко к классическому радиусу электрона, то есть это все есть, и это все решается, это хорошая математика, но она связана действительно с физикой, вот я например пишу, когда уравнение, для меня каждое уравнение имеет физическое, каждый член, входящий в это уравнение, имеет физическое значение, я просто как физик, это должен представлять и видеть, если я этого не вижу, я не могу работать, а вот как действует физик, значит, математика это небеса, физика это земля, и если физик хочет сделать хорошую работу, он должен не отрываясь от земли, соединить землю с небом, то есть хорошую математику и хорошую физику, нужно, это очень сложная работа, для этого нужно знать и математический аппарат, и иметь хорошее физическое образное мышление, вот математики, они обычно в небесах, я когда иногда говорю с математиками чистыми, я говорю вот так и так, они не понимают, у них физическое мышление, оно в зачаточном состоянии, так же как у многих физиков, математическое мышление тоже немножко страдает, а нужно сочетать и то, и то, и тогда вы можете, у Эйнштейна, например, ему повезло, у него друзья были математики, ну, например, Марсель Гроссман, с которым он написал уравнение, гравитация, Эйнштейна, значит, вот, эту математику ему сделал его друг Марсель Гроссман, а когда он вывел уравнение поле, то подсказал, как их выводить, это другой математик, Гильберт, ну, и так далее, ну, мне немножко самому, хотя у меня были друзья математики, они мне тоже помогали это вот все исследовать, так что вот такие татароидальные структуры, это как раз появляется при описании таких элементарных частиц, как электрон, и есть более сложные, есть разные, и все это связано с геометрией и с листом Мебиуса, значит, если мы начинаем углубляться в математику, то это все вот как бы связано с листом Мебиуса, вы помните какой-то интересный объект, односторонний, он, значит, ну, много, я не буду сейчас про математику, ладно, давайте, да. А между математиками и физиками, на эмофизиологе, скажите, вы с ними соприкасались? Я потом возьму еще. Нет, ну, давайте по одному, потому что нельзя, чтобы один человек, ну, у меня, понимаете, я, я вам скажу, что нет, конечно, не соприкасался, ну, да все жаль, но все сразу не ухватишь, у каждого своя, как бы, стезя, вот мне дано, допустим, заниматься физикой, вот такой, я делаю, а туда это, у меня вот такое предположение, я считаю, что вот такие науки, как химия, например, это, ну, физика, но не доработанная до конца, то есть это, мы говорим, плохая физика, это химия, а уж если о биологии, то это вообще, биология, это биофизика, нет, ну, это биофизика, понимаете, биофизика в каком смысле, я, например, не могу законы биологии связать с уравнениями, вот с которыми я работаю, поэтому мне еще нужно не хватать, потому что там слишком сложные системы, даже вот смотрите, квантовая механика, мы решаем только атом водорода, вот уравнения Шридингера, они решают только атом, если вы берете атом гелия, когда там задача многих тел, то уже все, эти уравнения нам ничего не дадут, нужно там вспомогательные понятия вводить, константы, в ваших теориях очень много вспомогательных понятий, которые не следуют из физики, а следуют из биологии, это неплохо, но физика тут кончается там, где есть подгонка, вот вы как бы смотрите много и выводите биологический закон там, кто-то рождается больше, кто-то меньше там, но эта физика пока этого, это сложного явления, она недоступна, вот знаете, в прошлом году за физику, ну часть Нобелевской премии, за что дали? Не знаете? Значит, часть Нобелевской премии, половина, да, получили метеорологи, то есть те люди, которые предсказывают погоду, за точное предсказание погоды, а сегодня я когда сюда собирался, по телевизору говорят, вот мы предсказываем, что будет снег, но вы знаете, вот наша наука такая сложная, что мы на день не можем предсказать, а они предсказывают на годы, понимаете, это удивительно, это немножко похоже на физики шутят, что это за предсказание погоды Нобелевской премии. Ну, это смешно сдавать по физике, Нобелевскую премию, по физике за предсказание погоды. Мне кажется, это издевательство над физикой. Потому что... Сейчас, уже много. Нет, сейчас. Да, да, да. Будет не вопрос, а то, что... Выступление, когда... Выступление, это... Что оно необходимо. Нет, ну, здесь есть кто-то ведущий у нас, который бы мог давать... Да, да. Значит, скажите, пожалуйста, вот тут я увидел, вы упомянули, подсказали фотографию Петра Горяевых. Да. Ну, я не знаю, мне это значит, что Петра Горяевых работал по волновой генетике в рамках, достаточно другой парадигмы. Парадигмы открытия, сделанная энергией фермии в 54-м году. Есть такое явление под названием «Возвать фермия Паста Урома». Да, да, да. Вы знаете, да? Да, ну, так и я видел и читал его, да, да. И тем более, что вот еще салитон, салитон уже относится к нелинейной физике вообще. Ну, понимаете, салитон – это просто определение некоторого волнового процесса, который можно представить в виде уединенной волны. но это все работает в нелинейной среде. Это все в нелинейной среде и описывается уравнениями там типа Иваненко, Гайзенберга с нелинейностью псих-кумин. Как физик. Дефриза. Дефриза. А они могут быть сведены к уравнениям Иваненко. Знаете, это я всю кухню знаю, но не это суть того, что делает Петр Горяев. Он показывает, что генетическую информацию можно, суть его работы все-таки заключается в том, что он, во-первых, сделал собственный торсионный генератор. Он использовал лазер. Очень много работ показывает, что лазерный луч, луч света, несет торсионную компоненту или поле инерции. Вообще, поле инерции – это универсальное поле, оно принадлежит, оно связано с любым объектом. Это как тень. Вот есть поле гравиационное, у него есть собственный источник, это поле инерции. Есть поле электромагнитное, но у него есть поле инерции. Так вот, он что сделал? Он сделал такой генератор, он использовал лазерное излучение, но с помощью его же конструкции этого лазерного излучения он смог передавать генетическую информацию с одного объекта на другой. Вот это его достижение. А то, что вы говорите про эти самые солитоны, солитоны, давно известна эта наука и много лет математики занимаются и решают только для случаев двух или трех координат. Одно время, одно, допустим, пространство. Они еще могут решить, а уже одно время два, две координации и то есть двухмерную поверхность. Уже труда. А трехмерных солитонов они вообще не смогли найти решение этой задачи. Поэтому я знаю эту тематику. Это не самое главное, что сделал Петр Горяев. Вот за что я его уважаю, за то, что ему удалось переносить информацию ДНК с одного объекта на другой. И это он всегда отставил. Геннадий Иванович, буквально две секунды я добавлю. Подождите, я добавлю к тому, что он сказал. Геннадий Иванович, книжка, ой, он же не работает такая, я громко скажу, забавайте микрофон. Книжка Горяева Петра называется «Лингвистика волновой геном». Вот эту книжку сейчас, она поездана 10 лет назад, там вся наследственность для ЛНК рассмотрена, но главное рассмотрены волновые передачи сигналов от ДНК к другому человеку к другому ДНК. Вы поняли меня? Лингвистика волновой геном. Вы знаете, вопрос спросить, поле инерции и поле гравитации тяготения. Разные, разные, да. Но они как-то взаимосвязаны? Они взаимосвязаны. Вот Эйнштейн, когда строил теорию гравитационного поля свою, он использовал принципы эквивалентности локально гравитационного поля поля инерции. Вот представьте себе, не дай Бог, вы падаете свободно в лифте. Лифт падает в гравитационном поле. Когда вы сидите в лифте, на вас действуют две силы. Одна сила притяжения со стороны Земли, а другая сила, сила инерции, потому что лифт ускоренно движется. И внутри лифта обе эти силы компенсируют друг друга, и вы находитесь в состоянии невесомости относительно стенок лифта. Вы в невесомости, так же, как космонавты, на стационарной орбите. И вот поскольку есть эквивалентность поля инерции, поля гравитации внутри свободно падающего лифта, вот это принципы эквивалентности говорит, что однородное гравитационное поле в свободно падающем лифте и эквивалентно однородному полю инерции, они же друг друга компенсируют. Вот в этом смысле они эквивалентны. А когда поля неоднородны, все, уже начинается разность, кроме того, математически они описываются разными величинами, ну и так далее, там много это, я просто не хочу вас... Подгорнитесь, да? Потому что это будет интересно. Да. Да. Значит, посмотрим, вот все, так сказать, физически-физиологических состояний лежит гипоксимическая дыхательная недостаточность. Я врач, так, с ученой степенью, с повышенной чувствительностью в руке и знаю, что говорю. Так вот, на основе, на базе вот этой гипоксимической дыхательной недостаточности в головном мозгу формируется избыточное очаговое электричество. Оно распространяется и в структуры головного мозга, повреждая функционально их с определенными основами, всем известными залогами. Может создавать патологические зоны, онкогенную зону, зону правополушария, зону алкоголизма, сексуальных извращений. Но в правое полушарие, если избыточное электричество углубляется и занимает подкорковые какие-то структуры, это в области правой земной доли, возникают сверхспособности. Поэтому у вас наверняка есть напряжение в правом полушарии, позвольте, но это исходит из моего выступления. Есть накопление избыточного электромагнитного потенциала, который и создает вот эти сверхспособности. Спасибо. Я не думал на эту тему. Простите, легко сами себя прощупаете, почувствуете болевое ощущение, значит, оно и... Понятно. У меня голова пока не болит. Это не больно. Это не больно. Я думаю, что тут немножко другое. Понимаете, тут может быть какие-то обстоятельства, в которые я попал, может быть еще что-то это сделали. А в принципе вопрос, вот вам представляется трудный путь, а вот решайте, пойти по трудному или по легкому. Если вы выбираете трудный путь, это одно последствие, а если вы выбираете легкий, совсем другое. Это способ энергетический, физический. Вот, я думаю, что я как-то все время старался выбрать наиболее трудный путь. Когда выбираешь, если выдержал ты его, то получаешь результат. Это совмещение. электрические импульсы, действительно, они как-то группируются. Вот мы видели там рисунки, когда человек начинает воздействовать на расстояние гипоксенической гипоксенической дыхательной недостаточностью. И, слава Богу, если она уйдет только в подкорку и даст вот эти смертспособности. Для меня трудно говорить на этом теме. Пусть это обновится, а потом вскоре гипоксенической и на западе. Там все люди западные. И даже феноменологические и конструктивные теории, физики построены все на западе. У нас в России были ученые, но такого уровня, как, допустим, на западе теории, самого такого, но топового уровня, они были там. И, наконец, вдруг произошло в России, что появилась теория, сделанная выпускником Московского университета. Я считаю, что очень многие мне помогали. И вот Дмитрий Дмитриевич в том числе дал мне возможность выступить. И он же способствовал публикации моего первоначального пути. Вот это все это достояние России. Мы должны его отставить, чтобы никакие другие государства не претендовали. Поскольку математический аппарат в основном был сделан английской школой физики. Это и в частности Роджером Пенрозом. Очень много от математики я взял у Роджера Пенроза, у Мойши Кармеля из Израиля, ну и так далее. Многие математические работы я офизичивал, используя свои представления о теории физического аппарата. Будут вопросы? Геннадий Уже все, да? Если нет вопросов, я на одну минуту. Уже мы перебрали. Одну минуту. Если нет вопросов, одну минуту. Нет, микрофон не работает. Это принципиально недочет организаторов. Для трансляции возьмите микрофон в руку, чтобы у вас хорошо слышно было в интернете. Там в интернете слушают народ. Он работает. Он работает там. я хотел сказать о следующем. То, что вы сказали, представить ваши все результаты и деятельность как достижение российской науки, необходимо в изданиях Российской Академии Наук эти вещи проталкивать. Я хочу сказать о существовании журнала при президиуме «Защита науки». Я не знаю, кто этот журнал в руках держал. Город комиссии по лженауке, кстати, говорил. Это то, что вы говорите сейчас. Оказывается, Евгений Алексеевич Гобалев, вот он оказывается этот журнал хорошо знает. Так слушайте внимательно. Если мы не будем журналов, а есть еще известия, известия, вот, президиум и много других, и если это не проталкивает туда сила экспансии, то тогда, конечно же, не будет такого продвижения, как достижения России. Понимаете? Тогда там будут давать новую русскую премию, как вы сказали. А вот это все будет мимо, мимо, мимо. Исхак, хорошо быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, хорошо, дам, но вот если говорить об этом журнале, в защиту науки... Я хотел толкнуть в этот журнал в защиту науки вашей теории. Я хотел это проталкивать. Значит, ситуация такая. Вот я когда выпустил работу 1977 года, где геометризовалась квантовая механика в известных фузов, оказывается, этот журнал, он попал в комиссию международную при журнале общей теории относительности и гравитации. Там такая комиссия существует. Президенты этой комиссии, в основном ученики Эйнштейна, такие как Уиллер, такие как Розен и все самые высоко образованные и титулированные нобелевские лауреаты по общей теории относительности и гравитации, вот они все в этой комиссии принимают участие. Они занимаются тем, что по всему миру отбирают 10 лучших работ в год по этой тематике. И вот они отобрали мою работу. Ну, представляешь, вот те, кто входит в комиссию по борьбе с лженаукой, там нет ни одного специалиста в этой области. Ты хочешь мою работу им представить. Это все равно, что корове представить его седло там. Поэтому толку никакого. Значит, они не знали, что есть такое решение. Вышел бюллетень, где моя работа признана как перспективная. И для меня мнение этих ученых с мировым именем гораздо важнее, чем мнение какой-то комиссии по борьбе с чем-то, чем я не знаю. Вы понимаете, это смешно. Иванич, разрешите я скажу про это бюро и про эту редакцию. Уже, что у меня работает микрофон. Слушайте внимательно. Это журнал Герои Тейшн Желатевитит. Есть у них за 10 лет выбирает самые-самые такие... Ну, я же сказал это. Не-не-не-не. Слушайте внимательно. Это я уже сказал, потому что это все знаю. Я же публикацию видел. Вот. И они публикуют списки этих самых-самых-самых статей таких вот фундаментарных. И там в 83-м году публикация вот этих статей на предыдущие вот эти журналы годы. И там Геннадий Иванович Шипов вот эту статью, а она была опубликована в английском варианте. Вот. Это же известный вузов в 77-м год. Так вот в английском варианте они обнаружили ее у себя опубликовали и поэтому его они признали как фундаментарную физику и они это и он списки этих работ передовых работ в этом галлюцирном релативе вот он там в списке. То есть на западе не только там в этой работе но вот он мне рассказывал Геннадий Иванович прибегает к нему в Америке товарищ из Принстана и говорит вот ваша книга на английском языке ведь она вся испричлена я ее изучаю от кольки до кольки как хорошо чтобы прибыли на запад вот вопрос или что все да нет он просто это да это обычное дело что первый раз есть поговорка нет в своем отечестве но понимаете когда 50 лет это почти 3 поколения 40 лет это почти 2 поколения понимаете много поколений физиков уже уже проходит и никакой реакции реальной этого говорит о многом это говорит о том что наук науки очень много вопросов кто там кто там сидит в нашей науке чем они занимаются что и какие их цели они чиновники ну и так то есть это вопрос политики скорее а не науки мы ищем истину они ищут теплые места поэтому и защищает их так как никто другой теплое место а как связать мысль с материальным что мысль как а я не господь бог а вы это я не знаю пока в каком смысле как связать геннадий я заметила что когда вы говорили об эксперименте который вы проводили с Анатолием Евгеньевичем Акимовым покладки по мумене да я увидела что показатели когда воздействовали на плавку экстрасенсии она еще была на порядок выше по сравнению с воздействием торсионного генератора и вот где-то даже я читала или слышала в одном видео чуть ли не на 15% а не связываете ли вы как бы не находите ответ что такое эти 15% в силе мысли нет ну это да нет это наоборот меня удивляет что я думал ну ладно если экстрасенс воздействует на расплав примерно так же как генератор но естественно он человек у него как бы меньше возможностей а оказалось все наоборот это говорит о том что воздействие идет на информационном уровне это это не энергия здесь играет роль важную а мысль она информационная это информация и поэтому приходит информация и она дает большие результаты чем грубое физическое материальное воздействие вот понимаете и это это впечатляет это говорит о том что мысль она сильнее идея это вообще очень сильное воздействие на мир если есть идея она должна если она правильная она хорошая нет ничего практичных хорошей мысли и теории она тоже носит энергетический потенциал ну может быть может быть без энергии это не водит ну в каком-то смысле да она использует энергии которые нас как мы вот нет вы правильно сказали я думаю что происходит следующее вот вода она может быть в трехфазовых состояниях парообразная жидкая и твердый лед например да и вот есть точка бифуркации когда из этой точки вода переходит в то или иное состояние мгновенно и вот эта точка бифуркации где вода решает кем ей стать паром водой или в одной точке понимаете и нужен небольшой толчок он не энергетический а информационный когда он приходит вода становится льдом может прийти другой информационный толчок она станет водой и так далее то есть есть в веществе в материи такие точки на которые действует информация и при этом в результате получается очень эффективное изменение вот вы правильно я так думаю это так и есть у меня еще знаете вопрос я его задаю собственно говоря как исследователь аномальных явлений вот скажем эту концепцию я использую как рабочую гипотезу для объяснения ряда феноменов вот феномены которые вы указали они показывают что скорее не человек не экстрасенс допустим влияет на какой-то объект он является своего рода триггером скажем так здесь курковый процесс присутствует то есть человек является курком механизм подведен механизм существует где-то в природе может быть он и искусственный но не созданный людьми просто находится в невидимых скажем частотных диапазонах то есть то что люди не видят то есть грубо говоря некий исполнительный механизм находится в среде мы его не видим ближе к какому вот то есть вот скажем так допустим ваши теории можно ли объединить вот с такой теорией курковых процессов когда вот происходит подобного рода феномены ну вы немножечко вы немножечко вы немножечко не так ставите потому что теория она носит общий характер и если вы в рамках теории вот этот курковый механизм сможете использовать вы а не я потому что я занимаюсь теорией ну понимаете есть стратегическая работа это создание теории есть тактическая работа это различные применения теории есть оперативные то есть проведение экспериментов это разные уровни разные ученые один я один не смогу это сделать Эйнштейн ни одного один правда есть эксперимент он же не проверял свою теорию все проверили другие люди обладающие возможностями талантом и так далее и так далее мы же должны разделять я то один ничего не смогу сделать правда но в том смысле вы говорите Курковой вот эту теорию вы ее генерируете так извольте пожалуйста видео довести до конца и получить результаты которые покажут реальна она или просто это некое ваше заблуждение так что это все надо это все надо изучать да да вот он мне бы хотел бы еще услышать ваше мнение по поводу фрактальности фрактальности о давайте да потому что например есть предложение что там сенгелем на совсем не баланс дело в том что если рассматривать кинизацию атомов антихатомов веса то выяснилось очень интересная параметка и второй вопрос связан сейчас пока ответ да значит я думаю что будущее развитие той теории о которой я рассказал оно как раз находится в сфере фрактальной математики то есть в конце концов нужно все свести к этой математике и и это видимо ее будущее то есть я еще до этого не дорос вот так как физик ну слава богу пойдем конечно если бог я знаю что это такое нет я не тополог я не математик потому что топология это раздел математики но вот если взять конкретно что касается аттракторов то это раздел просто математики который можно использовать в гидродинамических моделях и других вихрей и все такое это все да это мне близко и я этим занимаюсь это у нас странный аттрактор он как раз дает такие интересные ну странный аттрактор да ну и что ну и что хоть он странный хоть он не странный но он есть аттрактор и вот вихревые движения ну в конечном итоге если уж так говорить механика не голономная которой я сейчас занимаюсь а другой механики я не вижу она все движения сводит к вращению в том числе аттрактор странный это есть один из видов вращения и это часть той не голономной математики которой я занимаюсь нет в мире другого движения кроме вращения это сказал Декарт он сказал давно давным-давно и вот мы прошли 350 лет и на другом уровне пришли к такому же заключению что в мире все есть вращение все а вращение это волны это вибрации то есть вращение вибрации колебания это все один процесс разные стороны одного процесса вращение колебания вибрации на волновом уровне но это волны это вращение ведь вращение можно разложить как бы превратить описать через колебательный процесс вращение можно разложить на колебательные процессы Ну, вот, например, Фурье-анализ, он это и делает. Он может любую функцию, любую, свести к колебаниям. А все колебания можно свести к вращениям. Ну, в каком-то представлении. Разговорение по гармоническим составляющим. Да, 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 правильно. Простите, пожалуйста. Что? Хорошо, давайте еще один вопрос. У нас есть еще вопросы в онлайн. А, да, да. Давайте еще вопросы. Один вопрос вы задавали. Геннадий Иванович, я хотел спросить, вот такую мысль высказали, что настоящий ученый должен, так сказать, ногами стоять на земле, при этом, так сказать, стремляться в небеса, да? Да, да. В этой связи вопрос такой. Вот как вы считаете, вот теория физического вакуума, какие сферы вот именно применения вам кажутся наиболее, так сказать, вот близкими по времени к нам? Если она будет, соответственно, получится финансирование, не знаю, будет признана. Значит, смотрите, когда это все разрабатывалось, я сначала работал один, это до 1986 года, потом я объединился с Анатолием Евгеньевичем Акимовым, у которого уже были результаты выхода на торсионные технологии. Вот в настоящий момент их торсионных технологий, которые можно использовать, зарабатывать большие деньги. Вот есть в настоящее время девять этих технологий. Значит, часть из этих технологий, например, в медицине уже используется, и люди зарабатывают деньги под другими всякими названиями. Часть технологий используется в качестве, ну вот рассматривается, как находится в стадии становления. Потому что нет ресурсов, нет места, нет прикрытия и так далее. Это оказывается, что эти технологии, вот их называют еще закрывающими, Ярослав, да, технологии, которые закрывают старые технологии. А знаете, сколько людей зарабатывают деньги на старых технологиях? Какие они посты занимают в правительствах? И все такое. То есть вы вступаете, когда вы новое что-то внедряете, вы вступаете в войну. Ну, вы думаете, что они такие все добрые вам дадут? Нет. Пока они все не вычерпают, пока они все не сожгут, и пока они живы, они это не позволят. Поэтому вопрос-то такой. Технологии есть, возможности их делать есть. Они эффективнее, гораздо и дешевле, но кое-кому эти технологии просто сейчас не... Я просто не говорил здесь о технологиях. Это отдельный разговор, очень много, и много трудностей, и мы вот участвуем в этом процессе. Но посмотрим, что получится. В любом случае энергетика будет нужна всем, и энергия, новая вакуумная энергетика, она, я думаю, прорвется первой. Потому что в Америке есть уже устройства, которые работают, есть вот в Южной Корее, хотя там человеку неизвестно, что с ним сделали, он умер. В Швейцарии 30 лет. Понимаете, вот можете себе представить, в Швейцарии человек, который далек от науки, Пауль Бауман, сидел в тюрьме, и там к нему пришла идея, как сделать генератор Тесла, ну, Тесловского типа, чтобы черпать энергии из вакуума. Он вышел и сделал, и сейчас уже 30 лет, даже больше, 700 киловатт электроэнергии в Швейцарии, в местечке Линден. Кто не верит, войдите в интернет. То есть кто хочет проверить, я вот все ищу спонсора, чтобы поехать в это местечко Линден и своими глазами убедиться, что там есть эти генераторы, и что они освещают и отапливают целый поселок. За счет новой энергии 30 лет. 30 лет. А мы сидим и не знаем, и нам никто не говорит об этом. Никто. Нет, но знают только отдельные люди, которые этим интересуются. Но, в общем-то, никто не ставит вопрос так, что уже работают 30 лет генераторы новой энергии. Каждый раз для них это открытие, для тех, которые наверху. Да нет, они все это знают, у них это прежде всего. И я думаю, что вот сейчас в Америке, сейчас развивается компания, которая будет и в Италии, вот этот Росси Андреа. Ну, есть то, что с холодным синтезом. На самом деле он говорит, что я использую энергию нулевой точки. Вот в его последних работах Андреа Росси. А это значит энергия физического вакуума. Все понимают, что есть эта энергия, теоретически бесконечна. Все знают, что уже есть действующие аппараты, которые ее черпают. Но дальше дело не идет. Дальше не дают ничего делать, чтобы до всех нас, чтобы у нас был вот такой маленький ящичек, из которого вся энергия бы для комнаты, для освещения, отопления, стиральной машины и так далее, вот оттуда черпалось, и он бы работал все время. В России вам известны такие инженеры? В России море, мне известно. Да вы войдите в интернет. Но, знаете, для того, чтобы быть уверенным, что тот, тот, тот человек сделал, мне нужно с ними поработать и убедиться. Они пока работают так, что к ним не подойдешь на пушечный выстрел. Понимаете, вы задаете такие вопросы, вы только начинаете, наверное, об этом думать, а вы войдите в интернет. Нет, я изучал как раз, мне просто именно ваше мнение... А мое мнение такое, что для того, чтобы я сказал, знаю я, что есть такое устройство, в России мне нужно с этим устройством лично мне поработать, как физику. А так я не могу отвечать за людей, которые говорят, да, у нас все работает, и все, и видео, и все есть. Да, да, есть все, но самое главное нет. Я не могу заочно сказать, что это... Потому что сейчас очень много людей, которые развлекаются тем, чтобы правдоподобную штуку, что-нибудь покажут, и все это... А потом оказывается, что... Ну, так, одни машины. А просто развлекуха, вот есть у людей, просто от нечего делать. Это все модно просто. Ну, это модно, да, хайпы эти, хайпы, да. Поэтому это целая проблема для того, чтобы... Это нужны деньги, условия, людей привлекать и так далее. Все? Да, 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 да. Там есть второй микрофон. Там есть второй у вас микрофон. Возьмите... У нас работает один микрофон. А второй где? Работает один. Вот этот? Работает только один. А второй? Работает только один. Как-то? Два микрофона, но только один работает. Ну, ладно. Ну, может, у нас все нет вопросов, да? Нет, да. Давайте я задам вопрос. Да, 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 хорошо. 15 лет прошло с момента первой трансляции из Политехнического музея семинара ритмодинамики, где поднимались темы эфира. Года два тому назад я принимал участие на съемках у Субокина на РЕН-ТВ. Снимали где-то часа полтора. Спрашивали всякую чушь там разную. Затронули вопрос, а какое ваше отношение к эфиру? Что вы знаете об эфиру? Я говорю, эфир – это ключевой момент, на который должна обратить внимание и телевидение, и зрители, и руководство страны, и все неравнодушные. И это все было вырезано. Это все было вырезано. РЕН-ТВ, который такую шнягу, не постесняюсь этого слова, транслирует в уши людей. А тему эфира замалчивает. Но, как говорит Андрей Петрович Девятов, перспектива светлая. Ибо я вижу, что помещение раз от разу увеличивается. Количество людей присутствующих увеличивается. И самое главное, дорогие друзья, количество женских энергий, присутствующих в плане, увеличивает. О чем говорит этот развед признак, дорогие друзья? Что женщины ощутили на себе, что сегодняшний мир пришел к какому-то кризису, о котором и Головковерк даже сказал, говорит, капитолизм, показал свою скорую кончину. Вопрос. Ленин еще говорил, что идея должна владеть массами. Вот идея должна владеть массами. Что является движущей силой, как вы считаете? Идея как таковая, что она владела массами, и люди там начали что-то двигаться. А Цыковский говорил, что социалистическую революцию, ну помимо немецких денег и Ленина, сделали женщины. Ибо женщинам надоело, что мужики, ну в общем ситуация, и они пинками, значит, выгнули мужиков на улицу, сказали, идите и сделайте что-нибудь. И революция и произошла. Вот так и с холодным ядерным синтезом. Идея, она выдевает массами, потому что люди что-то начинают делать. Или формируется какой-то эгрегор, и в каждом из нас начинают крутиться вот эти гравитончики. Иначе мы синхронизируемся, создается эгрегор какой-то. Вот ваше мнение, пожалуйста. Ярослав, критическая масса 500 женщин. Это тема денег передачи. Этот вопрос меня касается в большей степени, потому что всю мою жизнь работы над этими проблемами, вот вся моя жизнь сопровождалась помощью со стороны именно женщин. Не мужчин. Есть мужчины, но в большей степени почему-то оказывались женщины, которые разными способами помогали мне продвигать эту работу. Это во-первых. Во-вторых, что касается, что для этого, я думаю, для того уровня сознания общества, в котором мы живем, самое главное – это реакция природы на наше поведение. То есть нас постепенно будут затапливать, заражать этими вирусами и так далее, пока мы, наконец, не поймем, что что-то в консерватории не так. Вот что-то у нас не так. И вот это очень важно, потому что вот хотя бы этот вопрос энергетический. Энергия всем нужна, особенно простым людям. Она все время повышается и дорого, и люди мерзнут и так далее. Так почему не дать им эту энергию? Нет, они не дают, потому что на этом нужно нажиться, а это плохо. Это плохо для людей, это для Земли плохо и так далее. Вот когда придет момент, когда Земля или вообще природа, которая нас окружает, может прилетит из космоса такой комок льда, который затопит, так сказать, половину Земли, и тогда скажут, ну, наверное, нужно что-то менять, нужно вот эту энергию надо использовать, этих всех. Одним словом, слишком много мы вмешиваемся в природные процессы, потому что если идет развитие науки, а науку не остановить, идет развитие, если ее тормозить, это нечестно, мне кажется. Когда идут лучшие, более дешевые технологии, позволяющие нам более комфортно и на более высоком уровне проживать, если они начинают, ну, их начинают уничтожать, то это самовырождение. Это фактически я выпускник университета, мои учителя были один, Рэм Викторович Хохлов, ректор университета, второй директор института ФИАН, это Леонид Венаминович Келдыш, то есть это ведущие ученые России, они были моими учениками. Но потом я пошел, нашел собственный путь и все, и в результате меня стали гнобить. Это значит, что я нахожусь в ситуации, когда сатир пожирает своих детей. Меня родила эта наука, вот этот университет, и она же меня пожирает, потому что никто мне не дает возможности работать действительно как ученым, почему-то меня убирает из университета, ну и так далее. Одним словом, вот это нехорошо, когда собственную науку душат во всю силу. И это продолжается, ведь есть же комиссия. Когда я первый раз присутствовал на конференции, посвященной борьбе с лженаукой, это было в МГУ на журналистском факультете, там сидели представители борьбы с лженаукой, я на переднем ряду и смотрел им в глаза. Сидел Стив Полищук, он весь покрылся потом, я смотрю на него, он весь потный, он понимает, что он занимает. Сидел сын Рома Викторовича Хохлова, Алексей Хохлов, он уже доктор, он сидел там. И понимаете, вот я сижу, я ученый, я сижу, я с открытым взглядом на них. А они вот так, они чувствуют, что, вот чувствует кошка, что чужое мясо съел. Вот у них есть внутри понятие, что они делают что-то не то, но они продолжают делать, потому что есть другие, которые им это приказали. Все находятся в зависимости от кого-то. И, ну а что делать? Значит, нужно все-таки нам всем иметь свое личное, собственное мнение и быть независимыми от чьих-либо взглядов. Если вы правы, вы должны доказывать это и бороться. Будем бороться. Вот вы доказываете. Да, я буду. Но поддержка же нужна? Да, в конце концов, да. Я думаю, что эта поддержка придет, потому что Всевышний, он же видит, кому тяжело. Я надеюсь, поддержка уже пришла, но посмотрите, сколько женщин. Это же сам Создатель идет вам на встречу. Да, так что, все, спасибо. Да, спасибо за внимание. Уже почти 10 часов. То есть мы час переработали. Ну все, тогда мы собираемся все. Да, пожалуйста. Мы говорим про 500 женщин, о том, что... Сфотографируем. Сфотографируем, да? И, с дай бог, антогеном и насторожим. Не могу, я снимаю. А насторожим, это нормально. Сейчас пока сфотку сделаю. Спасибо. Нет, переверни. Давайте. О, давайте. Или так. Да так и больше. Так, давай. Там соскучится. Да, да. Так нормально, хорошо? Нормально. Все. 500 женщин. Да, рассказывай. Говорит о том, что критическая масса, связанная с таким количеством народа, нужна для того, чтобы опытному исследователю теории эфира и вакуума для получения мощной, мощной энергии, связанной с фундаментальными базовыми принципами строения материи, Вселенной и всего сущего, нужна энергия шакти. Естественно, что энергию шакти можно получить от 500 женщин, как от классического такого некого ядра, имеющего критическую массу. Окружающие нас 500 женщин могут воспроизвести, можно сказать, интеллектуально, эмоционально, психологически ядерный взрыв в мужчине, в любой точке Вселенной. Давай, поиск. Вопрос на засыпку. Эти женщины обязательно должны быть человеческой популяцией? Или можно, например, пчелами, муравьями? Или для мужчин только мы. Давайте поясним, дорогие друзья, что идет запись. Значит, о чем идет речь? Что согласно действующего законодательства, кандидатом к президенту может стать каждый, кому исполнилось 35 лет и имеет высшее образование. Для этого он для начала должен собрать инициативную группу 500 человек. Соответственно, у нас вроде бы один кандидат, и под него мы строим всю партстроительство. Я предлагаю обратную систему, что нам же нужно продвинуть идею в массы. Для этого нужно, чтобы кандидатов можно было как можно больше. 1, 2, 5, 10, 100. В стране 85 субъектов федерации. Предлагается в каждом субъекте федерации объединиться с женщином в группу по 500. И таким образом, 42 500 женщин рождают нам 85 кандидатов в президенты. А если это не 42 500, а 85 тысяч, это уже, значит, не 85 кандидатов, а 170 кандидатов. Ну и дальше увеличиваем. Важно, что одна единая планетарная программа. Автономная энергетика в каждый дом. Спасение и избавление от кредитно-финансового рапса. Летающие новые средства перемещения в пространстве. Ну и так далее. Родовое, копное право. Родовое. Повышение рождаемости. Благодарим вас. Спасибо. Благодарим. Итак, вот, дорогие друзья, чем хорошо вот своя собственная камера? Вот там камеры выключились. Трансляция выключилась. Может быть, вы что-то еще желаете сказать? Владимир, занимайте футбол. На камеру, конечно, я не хотел бы говорить о этой вещи. Ну, скажем так, что у меня знакомая, которая вывела, по-моему, на вас, Владислава Новича. Так что нам передают большой привет. И, собственно говоря, очень хотелось, желалось, чтобы я подошел, прямо передал и познакомился с человеком, который из Новикова засняли и в массы передали. В массы. В этом и задачи глобальны. Да, да. Согласен. Что касается дня, то то, что я могу сказать, я 18 лет уже занимаюсь психофизическими проблемами, как инженер следует. В рамках сначала одной группы, сигма-интеллект, а вторая сейчас другая группа работает. И, конечно, я не совсем согласен с Шиповым, потому что, конечно, он все покрывает этими полями вращения. На самом деле, этот постулат сам к себе, он имеет сомнение быть. Вот такие полей вращения. Если использовать быту Акама, то гораздо все проще. Все проще оказалось за счет появления явления энергофермии по стулу, который открыли в 54-м году в рамках Манхэттенского проекта. И там они увидят то, что традиционная физика не может никак объяснить до сих пор. Это возможность вспоминать нелинейные системы, первоначальное воздействие, и возвращаться периодически к этому. Отсюда можно сделать много больше экспериментов и опытов. Сначала это было в низкочистотных режимах замечено, а потом, когда японец обнаружил это в плазме, стало ясно, что это всеобъемлющие, а не частные случаи. Хотя, на самом деле, это является частным случаем двухнелинейных сравнений с Эдингерой и Кодиаверой и Девризом. И получается, что, в принципе, зная, как это работает, нужно управлять материи и даже знать, как оно возникает. То есть нет предела для создания скартики в рамках? Я даже больше вам скажу, что был упомянут Петр Горяев, а Петр Горяев, на самом деле, он был лишь помощником другого человека, который, на самом деле, был носителем информации и идеи. И именно его пригласили работать на пять лет в Америку, а не Петра Горяева. А Березин, он именно Горяева пригласил к себе? Ну, они начинали работать, да, вместе. Но Березин был родоначальником вот этого эффекта смещения, возврата. А как ему пришла эта идея? Он контактер был, Березин? Нет, он имеет два образования, в отличие от Горяева, техническое и ВССР, и как кандидат биологической науки. Поэтому совмещение двух вещей, появилась такая возможность. Ну нет, идея ему кто подал? А идея, у него на руках его джерметра таргетийная, да, лейкемия. Он выздоровел с целью, каким это образом произошло. Он начал его вникание, понял, что онкология является не медицинской причиной, а физической. Именно физика процессов лежит в онкологии. Но об этом Купеев говорит. Если изменяется кислотный щелочный баланс, то там начинает развиваться отгонение. Нет, это все вторичное возникновение. Это все вторичное. Первичное то, что, как вы знаете, каждые сутки в человеке замещается 50 миллиардов клеток. Это означает, что каждые сутки в определенные минуты и часы нашей жизни из стволовых клеток происходит дифференциация клеток, определенных клеток. Это в течение наших суток происходит плавно, имеет плавную функцию. Как только в результате внешних воздействий, а также психосоматике происходит разрыв этой плавной функции. И происходит деградация дифференциалки этих клеток. И они начинают, становятся неуправляемыми. Вот вам причина алкоголя. Кстати, это целая тема лекций. Может быть, даже пригласил бы. И чтобы это исправить, можно... Тем хорошим, но надо, чтобы рядом был доктор, медик, чтобы мы не выглядели шерно. Купиево можно. И вот как раз попытка установить эту разрывную функцию в плавную. Возможности имитировать геомагнитный полюзиум искусственным образом, который стабилизирует работу этого нашей дифференциалки этих клеток. И получается, что алкоголь потихонечку, потихонечку, неинвазивно, недели за две может вернуться в нормальный состояние. Это был опыт, проделал. Я видел бумагу, подписывал двери администрации медицинских наук об этом. Так что здесь никаких сомнений нет. И вообще, могу еще много рассказать, но не на камеру. Вот как быть не на камеру? А как же вот общество? Общество? Ну да. Давай, ты как человек публичный. Слушай, ты говорил... Вот что интересное. Мы с тобой недавно, встречаясь вот тогда с Воронцовым, Сашей, сидели... Еще себе, как-то сказать. Это самое. Ты говорил о том, что 5G, вот эти излучатели, могут оборудоваться ФПУ-генераторами. Как бы... Чем это может нам грозить? Скажем, вот... Если... Помимо микроволновой. Если... Не, микроволновой, это просто... Ну, высокочистокая. На общее состояние можно влиять там, да? А если будет генерация ФПУ-полей, а это можно определить по схемотехнике, по схемотехнике, или просто взять конструкцию, ее распилить, посмотреть, как она собрана. Потому что технология ФПУ-генерации, она совершенно другая, в отличие от стандартной радиотехники. И она прямо видна наглядно. Потому что она работает совсем по-другому. И если это можно будет увидеть, то тогда спасения нет. А как, по каким признакам увидеть можно ФПУ-генерацию? Схемотехника. Схемотехника. По воздействию на людей. Не увидишь. По косвенным... А ты не увидишь, что тебе станет просто дурно, плохо, затошнит, а может просто... И ты не поймешь. А может, ты, может, пойдешь и выбросишься из окна. Нет. Плохо, да. Это от химии, может быть, не только от физических полей. Да. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, дорогие друзья, завершаем сюжет. Давайте вернемся еще раз к избирательной программе. Ясно? Да. Если вам интересно, мы можем за час качать где-нибудь посидеть, пообщаться. Если вам интересно, мы можем и час посидеть. Общаться. Итак, традиционно, дорогие друзья, подразумевается, что есть один человек, он кандидат в президенты, и он под себя создает партию, и внутри страны создает множество отделений. Чем данная система уязвима? То, что если происходит ликвидация всего лишь одного человека, вся система накрывается. И этот один человек сначала создает инициативную группу 500, дальше выделяются деньги, и внутри страны производят создание филиалов отделений. Я предлагаю по законодательству 500 человек. Я драматургически 500 человек говорю. Дорогие женщины, давайте именно только вы войдете в группу 500. То есть в стране у нас 85 регионов, множим 85 на 500 человек, 500 женщин в каждом регионе. И таким образом мы получаем 85 кандидатов, всего лишь от 42 500 женщин равняется 85 кандидатов. И все они идут под одной единой программой. Даже если из этих 85 найдется энное количество неблагонадежных, все равно останется энное количество кандидатов, которых поддерживают вот эти люди. То есть не кандидаты искали под себя, а женщины. Женщины сначала созрели, что они хотят идеализировать, заказать этот идеальный образ будущего. И чтобы реализовать его, проводится кастинг по всей стране, в каждом регионе. Каким образом можно объединиться и распространить эту идею по всей планете. Чтобы женщины всей планеты объединились вокруг сверхидеи для всей цивилизации. Когда мы осознаем, наконец, дорогие друзья, что планета Земля это один огромный дом для огромной единой семьи под названием человечество. На этом решите закончить пока, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, пишите, звоните. Плюс семь девятьсот двадцать шесть двести десять девятьсот три восемьдесят три. Стоп. Снято. Евгений Алексеевич, пару слов скажете или нет? В следующий раз. Хорошо. Стоп. Снято. Поехали. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители канала «Глобальная волна». Я хочу сделать анонс. В Москве 10 февраля этого года пройдет большая мемориальная конференция памяти Антоли Евгеньевича Акимова. Связанная с 15-летним, с 15-ти годами его ухода. Он ушел в феврале 2007 года. И его друзья, бывшие коллеги организуют эту конференцию, которая пройдет вочно, прежде всего, в формате. Ну и будет заочная часть, онлайн-часть, которая предполагается быть в центре Москвы, в гостином дворе. Значит, информация будет размещена на канале «Глобальная волна». Вот это вот объявление. И будут контактные телефоны. Там есть контактные телефоны и электронный адрес Оргкомитета. На ней можно, кстати, участвовать. Не только быть зрителем, но и участвовать. Еще раз повторяю, что она посвящена памяти Анатолия Евгеньевича Акимова, основоположника экспериментальных исследований новых полей, которые он называл электроторсионами. Также у них есть и другие названия. Спасибо за внимание.